День 33 Снявшись с места, мы вскоре увидели Вечного Жида, который присоединился к нам и продолжал рассказ о своих приключениях. Продолжение истории Вечного Жида Мы росли не на глазах достойного Делия, которых у него не было, но под опекой его рассудительности и руководством его мудрых советов. С тех пор прошло восемнадцать столетий, но мои детские годы единственные, которые я вспоминаю с отрадой. Я любил Делия как родного отца и сердечно привязался к моему товарищу Германусу. С последним, однако, мы часто горячо спорили и всегда о религии. Верный сровым канонам своей религии, я все время твердил ему. У твоих идолов есть глаза, но они не видят, есть уши, но они не слышат. Они отлиты золотых дел мастером, и в них гнездятся мыши. Германус отвечал мне, что он вовсе не считает идолов богами. И что я не имею ни малейшего представления о религии египтян. Эти слова, часто повторяемые, разбудили во мне любопытство, и я попросил Германуса, чтобы тот уговорил жреца Феремона сообщить мне кое-какие сведения о его религии. Но нужно было соблюдать строжайшую тайну, так как, если бы про это узнала синагога, я был бы неминуемо отлучен. Херемон, очень любивший Германуса, охотно согласился на мою просьбу, и в следующую ночь я отправился в соседнюю с храмом Изида рощу. Германус представил меня Херемону, и тот, посадив меня рядом с собой, скрестил руки, на минуту погрузился в размышления и, наконец, начал читать на нижнеегипетском наречии, которое я хорошо понимал. Следующую молитву. «Верю в тебя и громко свидетельствую о том, возношусь к жизни и свету. Чаю причаститься святости твоей, ибо ты возжег во мне эту жажду». Прочтя эту молитву, Херемон обратился ко мне с такими словами. «Ты видишь, дитя мое, что мы так же, как и вы, признаем единого Бога, словом своим сотворившего мир. Молитва, которую ты сейчас слышишь, взята из Паймандра, книги, приписываемой трижды великому Тоту, тому самому творению, которого мы носим в процессии на всех наших празднествах. У нас имеется 26 тысяч свитков, приписываемых этому философу, жившему примерно две тысячи лет назад. Переписывать их разрешено только нашим жрецам, и, может быть, из-под их пера вышло немало добавлений. В общем же, все писания Тота полны метафизических темнот и мест двоякого значения, которые можно толковать по-разному. Я объясню тебе только общепринятые догматы, которые ближе всего ко взглядам халдеев. Религии, как и все вещи на свете, подвергаются медленным, но непрерывным воздействиям, неустанно изменяющим их формы и сущность, так что через несколько столетий одна и та же религия предлагает вере человеческой совершенно другие принципы, аллегории, скрытый смысл которых уже невозможно разгадать, или догматы, в которые большинство верит, разве только наполовину. Поэтому я не могу поручиться, что научу тебя той древней религии, обряды которой ты можешь видеть изображенными на барельефе Азимандии в Фивах, но повторю тебе объяснение моих учителей в том виде, в каком преподаю их моим ученикам. Прежде всего, предупреждаю тебя, не считай главным изображение или символ, а старайся постичь скрытую в них мысль. Вот, например, Илл обозначает все материальное. Божок на листе лотоса, плывущий по Илу, изображает мысль, покоящуюся на материи, совершенно с ней не соприкасаясь. Это символ, к которому прибег наш законодатель, говоря, что Дух Божий носился над поверхностью вод. Утверждают, что Моисей был воспитан жрецами города Она, то есть Гелиополя. И в самом деле ваши обряды очень близки нашим. Как и у вас, у нас тоже существуют жреческие семейства, пророки, обычаи обрезания, запрет на свинину и много других сходных особенностей. При последних словах Херемона один из низших жрецов Изиды ударил в Билла, отмечая полночь. Учитель объявил нам, что богослужебные обязанности требуют его присутствия в храме, но что завтра вечером нам можно опять прийти. Вы сами, — прибавил вечный жид, — скоро прибудете на место ночлега, так что позвольте мне отложить дальнейший рассказ на завтра. После ухода бродяги я стал размышлять над тем, что от него услышал, и мне показалось, что я обнаруживаю в его словах желание ослабить у нас твердое начало нашей религии и тем самым поддержать стремление тех, кто желал моего перехода в другую. Но я хорошо знал, чего требует от меня в этом смысле чувство чести, и был непоколебимо уверен в бесплодности всех усилий такого рода. Тем временем мы прибыли к месту ночлега, и, подкрепившись пищей, как обычно воспользовались тем, что у вожака есть свободное время, попросили его продолжать свое повествование, что он и сделал. Продолжение истории вожака-цыган После того, как Суарес рассказал мне историю своей семьи, мне показалось, что он не в силах бороться со сном. Зная, до какой степени он нуждался в отдыхе для восстановления здоровья, я попросил его прервать рассказ о пережитых им приключениях, и он на самом деле хорошо выспался. Следующей ночью он уже гораздо лучше выглядел, но так как он не мог заснуть, я попросил его продолжать свое повествование, что бедный больной и сделал. Продолжение истории Лопеса Суареса Я говорил тебе, что отец не позволил мне именоваться Доном, обнажать шпагу и иметь дело с дворянами, а самое главное завязывать какие бы то ни было отношения с семейством Моро. Сказал я тебе и о своем неодолимом пристрастии к чтении романов. Я твердо запомнил предостережение отца, после чего обошел все книжные лавки Кадиса с целью обеспечить себя этого рода произведениями, предвкушая получить от них неописуемое наслаждение, особенно в дороге. Наконец, я сел на небольшой купеческий корабль и должен признаться, что с радостью покинул наш сухой, выжженный и пыльный остров. Меня восхитил вид цветущих берегов Андалузии. Потом мы проплыли по Гвадалквивиру и высадились в Севилье, где я хотел нанять мулов, чтобы ехать дальше. Один из погонщиков вместо обычной повозки предложил мне очень удобную карету, я взял ее и, наполнив экипаж купленными в Кадисе романами, поехал в Мадрид. Очаровательная местность между Севильей и Кордовой, живописное зрелище гор Сьерра-Морены, пастушеские нравы жителей Ла-Манчи – все, что я видел, придавало прелести моим возлюбленным книжкам. Я томил свою душу и до того насытил ее чувствами нежными и унылыми, что, приехав в Мадрид, был уже влюблен без памяти, хотя пока не знал еще предметы своего поклонения. В столице я остановился в гостинице под Мальтийским крестом. Пробило полдень, и мне сейчас же подали обед. Потом я стал разбирать свои вещи, как обычно делают путешественники, прибыв на новое место. Вдруг я услышал какой-то шум близ дверного замка. Я подбежал и довольно резко открыл дверь, но сопротивление, встреченное мной, доказало, что я, видимо, кого-то ударил. В самом деле я обнаружил за дверью человека, неплохо одетого, который утирал разбитый в кровь нос. «Сеньор Дон Лопес», – сказал мне незнакомец, – «внизу в трактире я узнал о том, что приехал уважаемый сын знаменитого Гаспора Суареса и пришел засвидетельствовать ему свое почтение». «Сеньор», – ответил я, – «если ты просто хотел войти ко мне, то я, отворяя, должен был бы набить тебе шишку на лбу, но разбитый нос». «Говорит о том, что ты, наверное, держал его у замочной скважины». «Это великолепно», – воскликнул незнакомец. «Дивлюсь твоей проницательностью. Не скрою, что, желая познакомиться с тобой, я хотел заранее составить тебе некоторое представление о том, как ты выглядишь, и пришел в восторг от твоего благородного вида, с каким ты ходил по комнате и раскладывал свои вещи». После этого незнакомец, не дожидаясь приглашения, вошел ко мне и продолжал, «Сеньор Дон Лопес, ты видишь в моем лице славного потомка рода бускеросов из старой Кастильи, которой не надо смешивать с другими бускеросами из Леона. Лично я известен под именем Дона Роке Бускерос. Но отныне желаю быть известным лишь своей преданностью вашему сиятельству. Я сейчас же вспомнил предостережение моего отца и сказал, «Сеньор Дон Роке, я должен тебе признаться, что Гаспар Суарес, родной отец мой, прощаясь со мной строго-настрого, запретил мне пользоваться титулом Дон и не велел никогда водиться ни с одним дворянином. Отсюда, сеньор, ясно следует, что мне нельзя воспользоваться твоим лестным расположением». В ответ бускерос принял важный вид и промолвил, «Слова вашего сиятельства ставят меня в очень тяжелое положение, ибо мой отец, умирая, завещал мне всегда величать титулом Дон знаменитых купцов и по мере возможности искать их дружбы. Так что ты видишь, сеньор Дон Лопес, только обрекая меня на непослушание моему отцу, ты можешь выполнять волю своего отца, и чем больше будешь ты избегать меня, тем больше мне, как доброму сыну, придется стараться навязать тебе мою особу». Этим замечанием бускерос сбил меня с толку, тем более, что говорил он серьезно, а запрет обнажать шпагу лишал меня возможности затеять ссору. Между тем Дон Рокес заметил у меня на столе восьми реки, то есть монеты достоинством восемь голландских дукатов каждая. «Сеньор Дон Лопес», — сказал он, — «я как раз собираю такие золотые, и, несмотря на все старания, не имею монет с этой датой. Ты понимаешь, что это страсть к коллекционированию, и я полагаю, что доставлю тебе удовольствие, дав тебе возможность оказать мне услугу, или, вернее, тебе, представляется исключительный случай, ведь у меня коллекция этих монет, начиная с первых лет, когда они появились, недоставала только обращиков, которые я сейчас вижу. Я подарил пришельцу вожделенные золотые с тем большей поспешностью, что рассчитывал на его немедленный уход. Но Дон Рокке и не подумал уходить, а, вернувшись к прежнему важному тону, промолвил, «Сеньор Дон Лопес, мне кажется, нам не к лицу есть с одной тарелки или передавать друг другу по очереди ложку или вилку, или накрыть еще прибор». Произнеся это, он тут же отдал соответствующее распоряжение. Мы сели за стол, и, признаюсь, беседа с моим непрошенным гостем была довольно интересной, так что, если бы не мысль о нарушении отцовского наказа, я с удовольствием видел бы этого человека за своим столом. Ускерос ушел сейчас же после обеда, а я, переждав знойную пору дня, велел отнести себя на Прадо. С восхищением глядел я на великолепную аллею, но в то же время с величайшим нетерпением ждал минуты, когда окажусь в Буэн-Ретиро. Этот уединенный парк прославляется в наших романах, и сам не знаю, почему предчувствие говорило мне, что там у меня непременно будет какая-то нежная встреча. Вид Буэн-Ретиро очаровал меня сильнее, чем я в силах выразить. Долго стоял бы я так, погруженный в мечтания, если бы мое внимание не обратил на себя какой-то светящийся предмет, лежащий в траве в двух шагах от меня. Я поднял его и увидел медальон на обрывке золотой цепочки. В медальоне находился портрет в виде силуэта, изображавший очень красивого юношу, а на оборотной стороне я обнаружил прядь волос, перевитую золотой перевязью, на которой я прочел надпись «На веки твой, моя дорогая Инесса». Я спрятал драгоценную находку в карман и пошел дальше. Вернувшись потом на это место, я увидел двух женщин, из которых одна молодая и необычайная красавица тревожно искала что-то на земле. Я сразу понял, что она ищет потерянный портрет. Подойдя ближе, я почтительно промолвил «Синьора, я, кажется, нашел тот самый предмет, который ты ищешь. Но благоразумие не позволяет мне отдать его прежде, чем ты в нескольких словах не докажешь своих прав на эту мою находку». «Могу тебе сказать, сеньор», — ответила прекрасная незнакомка, «что еще медальон с обрывком золотой цепочки, остатки которой у меня в руке, а не было, — спросил я, какой-нибудь надписи на портрете была». Ответила незнакомка слегка краснее. «Ты мог там прочесть, что меня зовут Инесса и что оригинал портрета навеки мой?» «Теперь, надеюсь, ты согласишься отдать его мне?» «Ты не говоришь, сеньор», — сказал я, «каким образом этот счастливый смертный навеки принадлежит тебе?» «Я считала», — возразила прекрасная незнакомка, «что должна удовлетворить твою осторожность, сеньор, но не твое любопытство, и не понимаю, по какому праву ты задаешь мне такие вопросы». «Мое любопытство», — ответил я, «быть может, скорее заслуживает название. Заинтересованности. Что же касается права, на основании которого я смею задавать тебе, сеньора, подобные вопросы, то за находку обычно выдается награда. Я прошу у тебя, сударыня, той единственной, которая может сделать меня самым несчастным из смертных». Молодая незнакомка нахмурила брови и сказала, сеньор слишком самоуверен, если думает при первом свидании добиться таким способом второго. «Но я могу удовлетворить твое любопытство, и в этом отношении портрет в это мгновение с боковой тропинки неожиданно вышел Бускерос, и, бесцеремонно подойдя к нам, сказал, поздравляю вас, сеньора, вы познакомились с сыном самого богатого кадистского негацианта». «Тут лицо моей незнакомки вспыхнуло от негодования. Я, кажется, не давала повода незнакомым заговаривать со мной», сказала она. «Потом, обращаясь ко мне, прибавила, благоволите отдать мне найденный вами портрет, сеньор». С этими словами она села в карету и исчезла из глаз. Когда цыган дошел до этого места, за ним прислали, и он попросил у нас разрешения отложить рассказ до завтра. Когда он ушел, прекрасная еврейка, которую мы теперь называли просто Лаурой, сказала, обращаясь к Веласкесу. «Какого ты мнения, светлейший герцог, о восторженных чувствах молодого Суареса? Задумывался ли ты хоть раз в жизни над тем, что принято называть любовью?» «Моя система», ответил Веласкес, «охватывает всю природу и, следовательно, должна содержать в себе все чувства, которыми природа наделила человека». «Я исследовал и определил их все, особенно же это удалось мне относительно любви. Я открыл, что ее очень легко выражать с помощью алгебры, а тебе, сеньорита, известно, что алгебраические задачи поддаются безупречному решению». В самом деле, допустим, что любовь – величина положительная, отмеченная знаком «плюс». Тогда ненависть, как величина противоположная, будет отмечена знаком «минус», а равнодушие, как отсутствие всякого чувства, будет равно нулю. Далее, если я умножу любовь на любовь, то есть скажу, что люблю любовь или люблю любить любовь, у меня всякий раз получится величина положительная, так как «плюс» на «плюс» всегда дает «плюс». С другой стороны, если я ненавижу ненависть, то тем самым вступаю в чувство любви, то есть величины положительной, так как «минус» на «минус» дает «плюс». Наоборот, если я ненавижу ненависть к ненависти, то вступаю в область чувства противоположного любви, так как отрицательное в кубе дает отрицательное. Что до произведения любви на ненависть или ненависти на любовь, то оно всегда будет отрицательное, так как и «плюс» на «минус» и «минус» на «плюс» дают всегда «минус». И в самом деле, ненавижу ли я любовь или же люблю ненависть? Я всякий раз испытываю чувства противоположной любви. «Сможешь ли ты что-нибудь возразить против моих рассуждений, прекрасная Лаура?» «Ничего», — ответила еврейка. «Наоборот, я уверена, что каждая женщина согласилась бы с этими доказательствами». «Меня нисколько не обрадовало бы», — сказал Веласкис, «если бы так быстро соглашаясь, она упустила бы дальнейший ход или выводы, вытекающие из моих исходных положений. Но пойдем дальше». «Так как любовь и ненависть относятся друг к другу как величины положительные и отрицательные, отсюда следует, что вместо «ненависть» я могу написать «минус» «любовь», что, однако, нельзя приравнивать к равнодушию, которое равно нулю. Теперь, приглядись как следует к поведению двух влюбленных, они любят, ненавидят, потом проклинают ненависть, которую испытывали друг к другу, любят друг друга пуще прежнего до тех пор, пока отрицательный множитель не превратит всех чувств в ненависть. Невозможно не видеть, что произведение получилось бы по очереди то положительное, то отрицательное. Наконец, тебе говорят, что влюбленный убил свою возлюбленную, и ты не знаешь, что об этом подумать, видеть ли в этом проявление любви или ненависти. Точно так же в алгебре. Приходишь к мнимым величинам всякий раз, когда в корнях из минус «х» показатели четные. Рассуждения до такой степени верны, что часто видишь, как любовь начинается с чего-то вроде взаимной боязни, напоминающей нерасположение, небольшую отрицательную величину, которую можно выразить через минус «б». Эта боязнь порождает вражду, которую мы обозначим через минус «с». Произведение этих двух величин будет плюс «бс», то есть величина положительная, попросту говоря, любовь. Тут лукавая еврейка перебила Веласкеса замечанием «Сиятельный герцог». Если я тебя правильно поняла, лучше всего было бы выразить любовь путем разложения степеней «х» минус «а», допуская, что «а» значительно меньше. «Восхитительная лаура», сказал Веласкес, «ты угадываешь мои мысли». «Это и есть, о прелестная женщина, формула бинома, открытая кавалером Доном Ньютоном, которая должна руководить нами в исследованиях человеческого сердца, как и вообще во всех наших расчетах». После этого разговора мы простились, но нетрудно было заметить, что прекрасная еврейка произвела сильное впечатление на уме сердца Веласкеса. Так как он подобно мне происходил от Гомелесов, я не сомневался, что эта очаровательная женщина была орудием, с помощью которого хотели склонить его к переходу в веру пророка. Из дальнейшего будет видно, что я не ошибся в своих предположениях. День тридцать четвертый. На восходе мы уже сидели на лошадях, вечный жид, не предполагая, что мы можем так рано сняться, удалился довольно значительно в сторону. Мы долго ждали его. Наконец он показался, занял место, как обычно, рядом со мной и начал. Продолжение истории вечного жида. Символы никогда не мешали нам верить в единого Бога превыше всех других. Писание то-то не оставляют в этом отношении никакого сомнения. Мы читаем в них следующее. Единый Бог пребывает непоколебимо в своем обособлении. Ничто иное, даже никакая отвлеченная идея не может с ним соединиться. Он свой собственный отец, свой собственный сын и единственный отец Бога. Он само добро начало всего и источник понятий первейших созданий. Этот единый Бог объясняет себя сам через себя, ибо достаточен самому себе. Он первооснова, Бог богов, монада единства, предшествующее существованию и творящей основу существования. Ибо от него исходит существование бытия и само бытия и потому он называется также отцом бытия. Так что видите, друзья мои, продолжал далее Херемон, невозможно иметь в божестве более возвышенное представление, чем наше, но мы решили, что вольны обожествлять часть признаков Бога и его отношений с нами, творя из них отдельные божества, или вернее изображения отдельных божественных признаков. Так например, Божий разум мы называем эмэф, когда он выражает себя в словах, мы называем его тот, то есть убеждением, либо эрмэд, то есть толкованием. Когда Божий разум, таящий в себе истину, нисходит на землю и творит под видом плодородия, он называется амон, а когда этот разум проявляется в форме искусства, мы называем его пта или вулканом, а если в виде добра, то озирис. Мы считаем Бога единым, однако бесконечное количество благотворных отношений, в какие ему угодно входить с нами, приводит к тому, что мы позволяем себе без всякого кощунства считать его существом собирательным, так как он на самом деле собирательный и бесконечно разнообразный относительно признаков, которые мы в нем усматриваем. Что же касается духов, то мы верим, что у каждого из нас их имеется два, злой и добрый. Души героев ближе всего к природе духов, особенно те, что предводительствуют сонмом душ. Богов по их сущности можно сравнить с эфиром, героев и духов с воздухом, а в обыкновенных душах есть что-то от земли. Провидение Божие мы приравниваем к свету, заполняющему все пространство между мирами. Древние предания говорят нам также о силах ангелов или посланников, которые возвещают веления Божии, и о других силах еще более высокой степени, которых евреи, обитающие среди эллинов, назвали архонтами или архангелами. Те из нас, которые посвятили себя жречеству, убеждены, что имеют власть вызывать богов, духов, ангелов, героев и души. Однако они не могут производить этих теоргических действий, не нарушая общего мироустройства. Когда боги сходят на землю, солнце и луна на некоторое время скрываются от взоров смертных. Архангелы окружены более ярким сиянием, чем ангелы. Души героев не так ярко блестят, как ангелы, однако ярче, чем души обыкновенных смертных, которые окутывают тень. Князья Зодиака появляются в величественных обличиях. Помимо того, мы различаем множество особых примет, сопровождающих появление разных существ и служащих для их распознавания, как, например, злых духов, можно узнать по вредным явлениям, которые они за собой влекут. Что же касается идолов, то мы верим, что если они будут созданы при определенном положении небесных тел или с установленными теургическими церемониями, то при этом можно привлечь к ним некоторую частицу божественной сущности. однако искусство это настолько ненадежно и недостойно истинного богопознания, что мы обычно предоставляем его жрецам более низкой степени, чем так, к которой я имею честь принадлежать. Если наш священнослужитель вызывает богов, он в известном смысле сопричащается их существу. При этом, однако, он остается человеком, только божественная природа проникает в него до известной степени, и он соединяется с богом определенным способом. Оказавшись в таком состоянии, он легко может повелевать духами нечистыми или земными, изгоняя их из тела, которым они овладели. Иногда наши жрецы, соединяя камни, травы и вещества животного происхождения, приготовляют смесь, которая может стать местопребыванием божества. Но истинной связью жреца с божеством является молитва. Все эти обряды и догматы, которые я вам изложил, мы приписываем не Тоту или Третьему Гермесу, жившему при Азимандии, а пророку Битису, жившему на два тысячелетия раньше и давшему толкование учению первого Меркурия. Как я уже сказал, время многое прибавило и изменило, поэтому не думаю, чтобы древняя религия дошла до нас в своем первоначальном виде. Наконец, если уж говорить все безутайки, многие жрецы наши отваживаются грозить своим собственным богам. Тогда они, принеся жертву, произносят следующее, если ты не исполнишь мою просьбу, я раскрою величайшие тайны Изиды, выдам тайны преисподней, разобью ларец Азириса и раскидаю его члены. Должен сказать, что я не одобряю этих формул, от которых воздерживаются даже халдеи. Когда Херемон дошел до этого места своего поучения, один из низших жрецов ударил в Билла, возвещая полночь. А так как вы тоже приближаетесь к месту вашего ночлега, позвольте мне отложить дальнейшее повествование до завтра. Вечный Ижид ушел, а Веласкес объявил, что он не узнал от него ничего нового, что все это можно найти уем влихо. Это произведение прибавил он я читал с величайшим вниманием и никогда не мог понять, каким образом критики, считающие достоверным письмо Порфирия к египтянину Анебону, признают ответ египтянина Абаммона выдумкой Порфирия. Я думаю, Порфирий просто присоединил ответ Абаммона к своему произведению, прибавив кое-какие собственные замечания о греческих и халдейских философах. «Кто бы он ни был, Анебон или Абаммон», сказал Уседа, «Только могу поручиться, что вечный жид говорил вам чистую правду». Прибыв на место ночлега, мы слегка закусили. Цыган, располагавший свободным временем, продолжал рассказ о своих приключениях. Продолжение истории вожака цыган. Рассказав мне, чем кончилась его первая встреча в Буэн-Ретиро, молодой Суарес не мог больше бороться со сном, в котором он нуждался для восстановления сил. Вскоре он крепко заснул, но в следующую ночь продолжал свой рассказ. Продолжение истории Лопеса Суареса. Я ушел из Буэн-Ретиро с сердцем, переполненным любовью к прекрасной незнакомке и возмущением против Бускероса. На другой день, это было как раз воскресенье, я подумал, что встречу предмет моих воздыханий где-нибудь в церкви. В три из них я напрасно заходил, наконец нашел ее в четвертой. Она узнала меня и после мессы, проходя мимо, промолвила в полголоса «Это был портрет моего брата». И тотчас исчезла, а я остался стоять, как прикованный к месту, очарованной несколькими словами, которые услышал, будучи уверен, что равнодушие не подсказало бы ей этой успокоительной для меня мысли. Вернувшись в трактир, я приказал подать мне обед в надежде, что на этот раз не увижу своего непрошенного гостя. «Но вместе с блюдами вошел и Бускерос горлане сеньор Дон Лопес и отказался от двадцати приглашений и пришел к тебе, ведь я уже сказал тебе, что весь к твоим услугам. Мне захотелось сказать нахалу что-нибудь неприятное, но, вспомнив, что отец запретил мне обнажать шпагу, поневоле решил избегать ссоры. Бускерос свелел принести себе прибор, уселся и, повернув ко мне радостное лицо, сказал «Признай, сеньор Дон Лопес, что я тебе вчера здорово услужил». Словно нечаянно предупредил молодую даму, что ты сын одного из богатейших негациантов Кадиса. Правда, она изобразила гнев, но это только для виду, чтобы показать тебе, что богатство ничего не говорит ее сердцу. Не верь этому, сеньор Дон Лопес, ты молод, хорош собой, умен, но помни, что ни в какой любовной интриге золото не повредит. Со мной, например, дело обстоит иначе. Если меня любят, то только ради меня самого и никогда не пробуждал я страсти, в которой играл бы малейшую роль расчет. Бускерос долго еще нес подобный вздор, но, наконец, съев обед, ушел. Вечером я отправился в Буэн-Ри-Тиро, но с тайным предчувствием, что на этот раз не встречу прекрасную Инессу. В самом деле она не пришла, а вместо нее я застал Бускероса, который целый вечер не отходил от меня ни на шаг. На другой день он снова явился к обеду и, уходя, сообщил, что вечером встретится со мной в Буэн-Ри-Тиро. Я возразил, что он там меня не застанет, но, уверенный, что он этому не поверит, вечером спрятался в одной ловчонке по дороге в Буэн-Ри-Тиро и через минуту увидел Бускероса, спешащего в парк. Не найдя меня там, он вернулся озабоченный и пошел искать меня на Прадо. Тогда я как можно скорее пошел в Буэн-Ри-Тиро и, пройдя несколько раз по главной аллее, увидел мою прекрасную незнакомку. Я подошел к ней с почтительным видом, что, насколько я мог заметить, ей понравилось, но я не знал, нужно ли благодарить ее за то, что она сказала мне в церкви. Быть может, она решила сама вывести меня из затруднения, так как сказала Смеяс, ты утверждаешь, сеньор, что нашедшему потерянную вещь полагается вознаграждение, и поэтому, найдя портрет, хотел узнать, в каких я отношениях с оригиналом. Теперь ты это знаешь, поэтому не спрашивай ни о чем больше, разве только опять найдешь что-нибудь принадлежащее мне, тогда можешь притязать на новые награды. Однако, не надо, чтобы нас видели слишком часто вместе, я прощаюсь с тобой, но не запрещаю тебе подходить всякий раз, как у тебя будет, что сказать мне. При этом незнакомка приветливо мне поклонилась. Я ответил глубоким поклоном, после чего перешел на соседнюю параллельную аллею, но оттуда все время поглядывал на ту, от которой только что ушел. Окончив прогулку, Инесса села в коляску, бросив мне прощальный взгляд, полный, как мне показалось, нескрываемого расположения. На другой день утром, занятый зарождающимся во мне чувством и размышляя о его развитии, я решил, что скоро прекрасная Инесса позволит мне писать ей, а так как мне ни разу в жизни не случалось писать любовных писем, я подумал, что мне надо бы поупражняться в стиле. Я взял перо и написал следующее письмо Лопес Суарес к Инессе. Рука моя, трепещущая вместе с робким чувством, со страхом выводит эти слова. В самом деле, что могут они выразить? Какой смертный сумеет излить в словах свое чувство? Где перо, способное на это? Я хотел бы в этом письме заключить все свои мысли, но что делать, если они убегают от меня? Я брожу по дорожкам Буэн-Ретиро, замедляю шаги свои на песке, сохранившим следы твоих ног, и не могу уйти отсюда. Или в самом деле сад наших королей так прекрасен, каким он мне кажется? Конечно, нет волшебства в глазах моих. И ты, синьора, единственная этому причина. Разве парк этот был бы так безлюден, если бы другие видели в нем те красоты, какие на каждом шагу открываю в нем я? Трава там ярче зеленеет, благоуханнее дышит жасмин, и деревья, под которыми ты прошла, лучше защищают от жгучих лучей солнца, а ведь ты только прошла под ними. Что же будет с сердцем, в котором ты пожелаешь навсегда остаться? Написав письмо, я его перечитал и обнаружил в нем множество нелепостей, поэтому решил не вручать его и не посылать, а пока в виде приятного самообмана запечатал его, надписав «К прекрасной Инессе» и бросил в ящик стола, а затем отправился на прогулку. Проходя по улицам Мадрида, я увидел трактир под Белым Львом и решил зайти пообедать и таким образом избегнуть общества проклятого в Тируши. Так я и сделал, после чего вернулся к себе. Открыл ящик, где лежало мое письмо, но его там уже не было. Спросил слуг, и те ответили, что кроме Бускероса никто ко мне не приходил. Было ясно, что он взял письмо, и меня страшно тревожило, что он с ним затеял. Вечером я не пошел прямо в Буэн-Ретиру, а спрятался в той самой ловчонке, которая уже однажды служила мне убежищем. Вскоре я увидел карету прекрасной Инессы и Бускероса, бежавшего за ней изо всех сил и показывавшего письмо, которое он держал в руке. Негодяй так кричал и махал руками, что карета остановилась, и он мог вручить письмо адресатке в собственные руки. И карета покатила к Буэн-Ретиру, а Бускерос пошел в противоположную сторону. Я даже представить себе не мог, чем кончится это происшествие, и не спеша пошел в парк. Там уже была прекрасная Инесса. Она сидела со своей подругой на скамье возле густого шпалерника. Она сделала мне знак подойти, велела сесть и сказала, «Я хочу, сеньор, сказать тебе несколько слов. Прежде всего, скажи, пожалуйста, зачем ты написал весь этот вздор, и потом зачем прислал его мне с человеком нахальство, которого, как ты прекрасно знаешь, уже раз меня рассердило?» «Не могу отрицать», сказал я, что я это письмо написал, «но я не имел ни малейшего намерения вручать его вам». Написал я его просто так для собственного удовольствия и спрятал в стол, откуда его выкрал этот негодяй Бускерос, который с самого моего приезда в Мадрид неотступно следует за мной как злой дух. Инесса засмеялась и прочла мое письмо с довольным выражением лица. «Тебя зовут Лопес Суарес? А не родственник ли ты, сеньор, того богача Суареса Негоцианта из Кадиса?» Я ответил, что я его единственный сын. Инесса завела речь о чем-то другом и потом пошла к карете. Садясь в нее, она сказала, «Я не хочу держать у себя эти нелепости, отдаю их тебе, но с условием, чтобы ты их не потерял. Может быть, они мне еще когда-нибудь понадобятся». Отдавая письмо, Инесса легко пожала мне руку. До тех пор ни одна женщина не пожимала мне руки. Правда, мне были известны такие примеры по романам, но, читая, я не мог хорошенько представить себе того наслаждения, которое такое пожатие доставляет. Я нашел, что этот способ выражения чувств восхитителен и вернулся домой, уверенный, что я счастливейший из смертных. На другой день Бускерос снова удостоил меня чести обедать с ним. «Ну что?» спросил он. Письмо дошло по назначению. По лицу твоему вижу, что оно произвело нужное впечатление. Признаюсь, я почувствовал к нему нечто вроде благодарности. Вечером я отправился в Буэн-Ритиру. Только вошел, как сразу увидел Инессу, шедшую шагах в пяти и десяти впереди меня. Она была одна, только слуга следовал за ней на почтительном расстоянии. Она обернулась, потом пошла дальше и уронила веер. Я поспешно поднял его. Она приняла мою находку с благодарной улыбкой и сказала, «Я обещала тебе, сеньор, всякий раз, как ты будешь возвращать мне потерю, выдавать соответствующую награду. Сядем вот здесь и займемся этим важным делом». Она подвела меня к той самой скамье, на которой сидела накануне и продолжала, «Вернув мне потерянный портрет, ты от меня узнал, что это портрет моего брата. Что же ты хочешь узнать теперь?» «Ах, сеньорита», ответил я, «я хотел бы узнать, кто ты и как тебя зовут». «Послушай, сеньор», сказала она, «ты, может быть, думаешь, что твои богатства ослепили меня, но изменишь свое мнение, узнав, кто я? Мой отец так же богат, как и твой». «Я дочь банкира Моро?» «Силы небесные», воскликнул я, «не верю своим ушам». «Ах, сеньора, я несчастнейший из людей, мне нельзя и думать о тебе под страхом проклятия отца, деда и прадеда Иньего Суареса, который, избороздив немало морей, основал торговый дом в Кадисе. Теперь мне остается только умереть в этом мгновении». Из густого шпалерника возле скамьи вылезла голова Дона Бускероса. Просунувшись между мной и Энессой, он заговорил мне, «Верь ему, сеньора, он всегда так делает, когда хочет от кого-нибудь отделаться. Недавно, не дорожа моим знакомством, утверждал, будто отец запретил ему связываться с дворянами. Теперь боится обидеть своего прадеда Иньего Суареса, который, избороздив много морей, основал торговый дом в Кадисе, не падая духом сеньорита. Эти маленькие крезы всегда с трудом попадаются на крючок, но рано или поздно до них доходит очередь. И Несса встала в величайшем негодовании и пошла садиться в карету. Тут цыгана прервали, и в тот день мы его больше не видели. День тридцать пятый. Мы сели на коней, пустились в горы и после часа езды встретили вечного жида. Заняв свое обычное место между мной и Веласкисом, он стал рассказывать о своих приключениях дальше. Продолжение истории вечного жида. На следующую ночь почтенный Херемон принял нас с обычной своей добротой и возобновил свои объяснения. Обилие предметов, о которых я вчера вам говорил, не позволило мне коснуться общепризнанного у нас догмата, который, однако, пользуется более широким признанием среди греков в связи с тем, что его так прославил Платон. Я говорю о вере в слово или божественную мудрость, которую мы называем то мандером, то метом, а иногда тотом, то есть убеждением. Есть еще один догмат, о котором я должен упомянуть, введенный одним из трех тотов по прозванию Трисмегист или Трижды Величайший. Он представил себе божество, разделенным на три силы, а именно самого Бога, которого Он назвал Отцом, потом на Слово и на Духа. Таковы наши догматы. Что же касается заповедей, то они столь же чисты, особенно для нас, жрецов. Добродетельные поступки, посты, молитвы наполняют дни нашей жизни. Употребляемая нами растительная пища не воспламеняет кровь и позволяет легко смирять страсти. Жрецы Апис воздерживаются от всякого общения с женщиной. Такова в настоящее время наша религия. Во многих важных пунктах она отошла от прежней, особенно в отношении метемпсихоза, у которого теперь мало приверженцев. Хотя еще 700 лет тому назад, когда нашу страну посетил Пифагор, вера в метемпсихоз была распространена повсеместно. Наша древняя мифология часто упоминает также о богах планет, так называемых правителях. Однако теперь этого учения придерживаются разве некоторые составители гороскопов. Как я вам уже говорил, религии изменяются, как все на свете. Остается объяснить вам наши святые мистерии. Скоро вы все узнаете, но заранее будьте уверены, что даже став посвященным, вы от этого не станете мудрее в основах нашей мифологии. Раскройте историка Геродота. Он был в числе посвященных, и на каждом шагу хвалится этим, однако его исследования о происхождении греческих богов говорят о том, что он не имеет в этой области более ясных представлений, чем простые смертные. То, что он называл священной речью, не имело ничего общего с историей. Это было по выражению римлян турпилоквенцией, то есть бесстыдной речью. Каждый новый адепт должен был выслушать рассказ, оскорбляющий общепринятую благопристойность. В Левсине рассказывали о Баубо, принимавшей у себя Деметру, в Афрегии о любовных похождениях Диониса. Мы здесь, в Египте, верим, что это бесстыдство, символ, обозначающий ничтожность материи, и больше ничего на этот счет не знаем. Один знаменитый консул по имени Цицерон под конец жизни написал книгу о природе богов. Он признается там, что не знает, откуда Италия заимствовала свою веру, а в то же время был Авгуром и, следовательно, знал все тайны итальйской религии. Неосведомленность, проглядывающая во всех произведениях посвященных авторов, доказывает, что посвящение никоим образом не сделало бы вас более мудрыми в вопросе о начале нашей религии. Во всяком случае, корни мистерий уходят вглубь очень дальних времен. Вы можете видеть торжественную процессию в честь Азириса на Борельефе Азимандии. Поклонение Апису и Мневису ввел в Египте Дионис более трех тысяч лет тому назад. Посвящение не проливает никакого света ни на возникновение религии, ни на историю богов, ни даже назначение символов, однако введение мистерии было необходимо для людского рода. Человек, знающий за собой какой-нибудь великий грех или запятнавший свои руки убийством, становится перед жрецами мистерии, кается в совершенном и уходит очищенным при помощи омовения. До установления этого спасительного обычая общество изгоняло из своей среды людей, которые не могли подходить к алтарям и те потом с отчаяния становились разбойниками. В мистериях Митры адептам дают вкушать хлеб и вино и называют это угощение Евхаристией. Грешник, примиренный с Богом, начинает новую жизнь честнее, чем та, которую он вел до тех пор. Тут я прервал вечного жида замечанием, что мне кажется, Евхаристия принадлежит только христианской религии. Но мне возразил Веласкес, извини меня, но рассказ вечного жида полностью совпадает с тем, что я читал в писаниях святого Юстина Мученика, который сообщает даже, что злые духи в свое время коварно ввели обряд, предназначенный только для христиан, продолжая, сеньор еврей, и вечный продолжал. Мистерии, сказал Херемон, включают еще один обряд, общий всем. Когда умирает какой-нибудь Бог, его хоронят и оплакивают несколько дней подряд, после чего он ко всеобщей радости воскресает. Некоторые утверждают, что этот символ означает Солнце, но более распространено мнение, что тут речь идет о брошенном в землю зерне. Вот и все, юный израильтянин, прибавил жрец, что я могу сказать тебе о наших догматах и обрядах. Теперь ты видишь, что мы вовсе не идолопоклонники, как ваши пророки часто утверждают. Но, откровенно говоря, я считаю, что ни моя, ни твоя религия уже не удовлетворяют человечество. Кидая взгляд вокруг, мы всюду замечаем какую-то тревогу и потребность в чем-то новом. В Палестине народ идет толпой в пустыню слушать нового пророка, который крестит водой из Иордана. А тут терапевты или магицелители, которые к нашей вере примешивают веру персов. Светловолосый Аполлон переходит из города в город, выдавая себя за Пифагора. Мошенники выступают в качестве жрецов изииды поклонение богине давно оставлено, храмы ее опустили, благовония перестали куриться на ее алтарях. Произнеся последние слова, вечный жид увидел, что мы приближаемся к месту ночлега, и где-то во враге пропал. Я отвел герцога Веласкеса в сторону и сказал ему, позволь тебя спросить, какого ты мнения о рассказах вечного жида. По-моему, нам не следует его слушать, ведь большая часть того, что он рассказывает, противно той вере, которую мы исповедуем. Сеньор Альфонс, возразил герцог Веласкес, твоя набожность делает тебе честь в глазах каждого мыслящего человека. Моя вера, смею утверждать, просвещение твоей, хоть не менее горяча и чиста. «Наилучшим доказательством этого служит моя система, о которой я уже не раз упоминал и которая представляет собой лишь ряд наблюдений над божеством и его бесконечной мудростью. Поэтому, мне кажется, сеньор Альфонс, то, что спокойно слушаю я, можешь с чистой совестью слушать и ты». ответ Веласкеса вполне меня успокоил, а вечером цыган, располагая свободным временем, продолжал рассказ о своих приключениях. Продолжение истории лужака цыган. Молодой Суарес, рассказав мне о печальном происшествии в саду Буэн-Ретиро, не мог противиться сну, и я оставил его в покое. Но на следующую ночь обратился к нему с просьбой, чтобы он удовлетворил мое любопытство и рассказал, что было дальше. И он продолжал. Продолжение истории Лопеса Суареса. «Я был полон любви к Инессе и, как ты сам понимаешь, обозлен на Бускероса. Но, несмотря на это, несносный в Теруша явился на другой же день прямо за стол. Утолив первый голод, он сказал, «Я понимаю, сеньор Дон Лопес, что ты еще очень молод и у тебя нет желания жениться. Это глупость, которую мы и так совершаем слишком рано. Но меня все-таки удивило, что ты в качестве отговорки выставляешь перед молодой девушкой боязнь разгневать своего прадеда Иньего Суареса, который, избороздив много морей, основал торговый дом в Кадисе. «Счастье твое, Дон Суарес, что я кое-как поправил это дело, сеньор Дон Рокве», ответил я. «Будь добр прибавить еще одну услугу к тем, что ты уже оказал мне. Не приходи нынче вечером в Буэн-Ретиро. Я убежден, что прекрасная Инесса совсем туда не придет, а если я ее там застану, то она без сомнения не захочет со мной разговаривать. Но я мог бы сесть на ту самую скамью, на которой я беседовал с ней вчера, оплакать там свою беду и в волю нагореваться. Дон Рокве с сердитым видом промолвил, сеньор Дон Лопес, то, что ты мне сейчас сказал, звучит слишком оскорбительно и может навести меня на мысль, что моя самоотверженность к несчастью тебе не по нраву. Правда, я мог бы больше себя не утруждать и предоставить тебе одному оплакивать свою беду, но прекрасная Инесса может все-таки прийти, и кто тогда исправит твои промахи? Нет, нет, сеньор Дон Лопес, я тебе слишком предан, чтобы послушаться. Сейчас же, после обеда, Дон Рокве ушел, а я, переждав зной, отправился к Буэн-Ретиро, но по дороге туда укрылся на время в своей ловчонке. Бускерос не заставил себя долго ждать. Пошел искать меня в Буэн-Ретиро, а не найдя, вернулся и направился, видимо, в сторону Прадо. Тогда я покинул свое убежище и пошел туда, где успел испытать только радостей и огорчений. Сел там на скамью и горько заплакал. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я подумал, что это Бускерос и повернулся в сердцах, но увидел очаровательно улыбающуюся Инессу. Она села рядом со мной, велела своей спутнице уйти и начала так. Милый Суарес, я вчера на тебя рассердилась, потому что не поняла, к чему ты завел речь о своем деде и прадеде. Но, получив более подробные сведения, я узнала, что дом ваш вот уже сто лет как отказывается иметь какие-либо отношения с нашим, и при том, как утверждают, из-за каких-то ничтожных поводов. Но если тебе придется преодолевать препятствия, то в них нет недостатка и у меня. Мой отец давно уже распорядился мной и боится, как бы я не предприняла шагов, не согласных с его планами. Поэтому он не разрешает мне часто выходить из дому и запрещает бывать на Праду и даже в театре. Но так как мне все же нужно подышать иногда свежим воздухом, он позволяет мне ездить сюда с Дуэньей, и то потому, что здесь мало кто бывает, и он может быть спокойным за меня. Будущий муж мой, некий неаполитанский вельможа-герцог Сантра Маура, мне кажется, он просто жаждет моего богатства для того, чтобы спасти свое состояние. Я всегда испытывала непреодолимое отвращение к этому союзу, и чувство это особенно усилилось во мне после знакомства с тобой. Отец мой отличается крутым нравом, однако молодая сестра его, сеньора Авалос, имеет над ним большую власть. Милая тетя очень ко мне привязана и терпеть не может неаполитанского герцога. Я говорила ей о тебе, она хочет с тобой познакомиться, проводи меня до кареты, и у входа в сад увидишь одного из слуг, сеньора Авалос, который проводит тебя к ней. Слова прелестной Инессы переполнили меня радостью и тысячи очаровательных надежд овладели моей душой. Я проводил Инессу до кареты, а потом отправился к ее тетке. Я имел счастье понравиться сеньоре Авалос. После этого я стал бывать у нее каждый день в одно и то же время и всякий раз застывал там ее прекрасную племянницу. Счастье мое длилось шесть дней. На седьмой я узнал о приезде герцога Санта Маужи. Сеньора Авалос не велела мне падать духом, а одна из ее служанок передала мне письмо следующего содержания Инесса Морро Локесу Суаресу. Ненавистный человек, которому я предназначена в жены, приехав в Мадрид. Свита его заполонила весь наш дом. Мне разрешили перебраться в одно из внутренних помещений. Мое окно выходит в переулок Августинцев. Оно не очень высоко, и мы сможем немного поговорить. Я должна сообщить тебе о некоторых важных для нас с тобой обстоятельствах. приходи, как только стемнеет. Я получил это письмо в пять, а солнце заходило в девять. У меня было в распоряжении еще четыре часа, которые я не знал, куда девать. Решил провести его в Буэнритиро. Вид этих мест погружал меня всегда в сладкие мечты, в которых я проводил незаметно для себя долгие часы. Я уже несколько раз прошелся по парку, когда издали заметил входящий у гуски роза. Я хотел было взобраться в настоящий поблизости ветвистый дуб, но у меня не хватило сил, и я спустился на землю, сел на скамью и стал смело ждать неприятеля. Дон Рокес самодовольный, как всегда, подошел ко мне с обычной своей развязностью и промолвил «Ну что, сеньор Дон Лопес?» Прекрасная Инесса Моро как будто в конце концов одержала верх над твоим прадедом Иньего Суаресом, избороздившим много морей и основавшим торговый дом в Кадисе. Ты мне не отвечаешь, сеньор Дон Лопес? Ладно, коли решил молчать, я сяду рядом с тобой и расскажу тебе свою историю, в которой ты услышишь не про одно удивительное приключение. Я решил спокойно терпеть присутствие нахала до захода солнца, поэтому позволил ему говорить. И Дон Рокке начал так. История Дона Рокке Бускероса Я единственный сын Дона Бласа Бускероса, младшего сына младшего брата другого Бускероса, происходившего также от младшей линии. Отец мой имел честь служить королю в течение тридцати лет в качестве Альфереса, то есть знаменосца пехотного полка. Увидев, однако, что, несмотря на всю свою настойчивость, ему никогда не удастся дослужиться до подпоручика, вышел в отставку и поселился в городке Аласуэлосе, где женился на молодой дворянке, дядя которой каноник, оставил ей шестьсот пиастров пожизненной ренты. Я единственный плод этого союза, который недолго длился, так как отец мой умер, когда мне исполнилось восемь лет. Я остался на попечении матери, которая, однако, не очень обо мне заботилась, и, будучи уверена, что детям нужно как можно больше движения, позволяло мне бегать по улице с утра до вечера, немало не думая обо мне. Другим детям моего возраста не позволяли ходить, куда им хочется, поэтому чаще я бывал у них. Родители их привыкли к моим посещениям и, в конце концов, перестали обращать на меня внимание. Благодаря этому я мог входить в любое время в любой дом нашего городка. Наблюдательный от природы я с любопытством следил за мельчайшими подробностями в жизни каждого дома, а потом рассказывал обо всех этих мелочах моей матери, которая выслушивала с великим удовольствием мои сообщения. Должен признаться, что ее я обязан счастливой способностью вмешиваться в чужие дела, хотя мне это не приносит никакой пользы. Одно время я думал, что буду делать приятное моей матери, сообщая соседям о том, что делается у нас. Как только кто к ней зайдет или она с кем-нибудь поговорит, я сейчас же бежал оповестить об этом весь город. Однако такого рода огласка отнюдь не пришла с ей по нраву и вскоре хорошая порка объяснила мне, что нужно только приносить новости в дом, но не выносить их из дому. По прошествии времени я заметил, что люди начинают от меня таиться. Это меня очень задело, и препятствия, которые мне чинили, еще больше разжигали мое любопытство. Я изобретал тысячи способов, чтобы заглянуть в чужие жилища, а характер строений в нашем городке благоприятствовал моим намерениям. Потолки были из плохо пригнанных досок, и я по ночам забирался на чердаки, просверливал буравом отверстие и таким образом не раз подслушивал важные семейные тайны. И сейчас же бежал к матери и все и рассказывал, а она передавала новость соседям, каждому в отдельности, в конце концов догадались, что никто другой, как я, доставляю моей матери эти сведения, и с каждым днем неприязнь ко мне росла. Для меня были закрыты все двери, но открыты все щели. Скорчившись где-нибудь на чердаке, я без приглашения находился среди моих сограждан. Они принимали меня поневоле, вопреки своему желанию. Я жил словно крысы у них в домах, даже залезал в их кладовые и по мере возможности отведывал их запасы. Когда мне исполнилось 18 лет, мать сказала, что мне пора выбрать себе какое-нибудь занятие. Я давно уже сделал выбор, решил стать юристом, чтобы таким путем открыть себе доступ к семейным тайнам и получить возможность вмешиваться в частную жизнь своих сограждан. Моя идея получила одобрение, и я был послан учиться в Соломанку. Какая огромная разница между большим городом и местечком, где я впервые появился на свет. Какое широкое поле для моей любознательности, но в то же время сколько новых препятствий. Дома в несколько этажей на ночь тщательно запираются и, как назло, жители второго и третьего этажа на всю ночь открывают окна, но, чтобы дышать свежим воздухом, с первого взгляда я понял, что один ничего не сделаю, и мне нужно подобрать себе товарищей, способных поддержать меня в столь опасных предприятиях. Я стал посещать лекции по правоведению, все время изучая характеры моих однокашников, чтобы никому не довериться легкомысленно. В конце концов, я остановился на четырех бесспорно обладавших, на мой взгляд, над необходимыми качествами. Я собрал их, и мы стали вместе ходить сперва только слегка к колоброде на улицах. Потом, решив, что они достаточно подготовлены, я сказал им, дорогие друзья, вас не удивляет смелость жителей Саламанки, оставляющих окна открытыми на всю ночь. Неужели, поднявшись на 20 фунтов над нашей головой, они получили право насмехаться над студентами университета, их тон позор для нас, их покой нам вызов? Я решил сперва проведать, что у них делается, а потом показать им, на что мы способны. Эта речь вызвала рукоплескание, хотя было еще неизвестно, что я имею в виду. Я объяснил подробнее. Милые друзья, сказал я, прежде всего надо раздобыть лестницу футов 15 высотой. Трое из вас, завернувшись в плащи, смогут легко нести ее, только надо будет шагать спокойно одному за другим, выбирая менее освещенную сторону улицы и не задевать стену лестницей. Когда нам понадобится лестница, мы приставим ее к намеченному окну, и один из нас влезет на нее, а остальные отойдут на некоторое расстояние, чтобы следить, нет ли какой-нибудь опасности. Собрав сведения о том, что делается в высших сферах, будем думать, что делать дальше. Мое предложение было принято единогласно. Я заказал легкую, но крепкую лестницу, и как только она была готова, мы тотчас приступили к делу, выбрали дом приличного вида с окнами, расположенными не очень высоко, приставили лестницу, и я поднялся так, чтобы изнутри помещения была видна только моя голова. Луна ясно озаряла всю комнату, но, несмотря на это, я в первую минуту ничего не мог разобрать. Вскоре, однако, я увидел человека, лежавшего на кровати и вперившего в меня обезумевшие от ужаса глаза, видимо, у него отнялся язык от страха, но через минуту дар речи вернулся к нему, и он заговорил страшная кровавая голова, перестань меня преследовать, не упрекай за невольное убийство. Когда Дон Рокке произнес последние слова, мне показалось, что солнце уже склоняется к закату, и я, не имея при себе часов, спросил у него который час. Этот вопрос немного рассердил Бускероса, он нахмурился и промолвил. Мне кажется, сеньор Дон Лопес, когда порядочный человек, имея честь рассказывать тебе свою историю, ты не должен прерывать его на самом интересном месте, если только не хочешь дать ему понять, что он, выражаясь по-испански, писадо, то есть зануда. Не думаю, чтобы я заслужил такого упрека, и потому продолжаю. Видя, что моя голова показалась ему страшной и кровавой, я придал своему лицу самое ужасное выражение. Незнакомец не выдержал, выпрыгнул из постели и убежал из комнаты. Спавшая на той же постели молодая женщина проснулась, выпростала из-под одеяла пару белоснежных рук и потянулась, стряхивая с себя сон. Увидев меня, она не растерялась, встала, заперла на ключе дверь, в которую ушел ее муж, потом сделала мне знак войти внутрь, лестница была коротковата, но я оперся на архитектурные украшения и смело прыгнул в комнату. Молодая женщина, присмотревшись ко мне, увидела, что ошиблась, а я понял, что я не тот, кого она ожидала, тем не менее она велела мне сесть, завернулась в шаль и, сев в нескольких шагах от меня, сказала, сеньор, я должна признаться, что ждала одного из моих родственников, с которым мне надо поговорить о делах, касающихся нашей семьи. И ты понимаешь, что раз он должен был влезть в окно, то, разумеется, имел для этого серьезные основания. Тебя же, сеньор, я не имею чести знать и не ведаю, что побудило тебя прийти ко мне в пору, столь неподходящую для визитов. У меня не было намерения, возразил я, входить к вам в комнату, сеньора, я хотел только заглянуть в окно, чтобы узнать, как выглядит помещение. Я тут же осведомил незнакомку о своих вкусах, занятиях, молодости и о союзе, заключенном с четырьмя товарищами, которые должны мне помогать во всех предприятиях. Молодая женщина выслушала меня с величайшим вниманием, потом сказала, твой рассказ, сеньор, заставляет меня отнести к тебе с уважением. Ты прав, на свете нет ничего приятнее, как знать, что делается у других. С детских лет я всегда была убеждена в этом. Сейчас мне неудобно задерживать тебя здесь, сеньор, но я надеюсь, что мы увидимся не в последний раз. Пока ты еще не проснулась, сказал я, твой муж оказал мне честь, приняв меня за кровавую и страшную голову, явившуюся упрекать его в невольном убийстве. В свою очередь, сеньора, окажем не честь, рассказав, в чем тут дело. Похвальная любознательность, сеньор, ответила она, приходи завтра в пять часов вечера в городской парк, ты застанешь меня там с одной из моих приятельниц, а пока до свидания. Молодая женщина чрезвычайно любезно проводила меня до окна. Я спустился по лестнице и, присоединившись к товарищам в точности все им рассказал. А на другой день ровно в пять отправился в парк. Когда Бускерос произнес последние слова, мне показалось, что солнце совсем зашло, я сказал с нетерпением, сеньор Дон Рокке, уверяю тебя, что у меня неотложное дело и я должен идти. Ты сможешь без всяких помех окончить свою историю, как только пожелаешь сделать мне честь прийти ко мне обедать. На это Бускерос с еще более гневным видом сказал мне совершенно ясно, сеньор Дон Лопес, что ты хочешь меня оскорбить. Лучше скажи прямо, что ты считаешь меня бесстыдным вралем и занудой. Но нет, нет, сеньор Дон Лопес, я не могу представить себе, чтобы ты так дурно обо мне думал. так что продолжаю рассказ. Вчерашняя знакомая моя была уже в парке с одной из своих приятельниц, молодой, стройной и очень недурненькой. Мы сели на скамейку и молодая женщина, желая, чтобы я ее лучше узнал, начала рассказывать о том, что ей довелось пережить. История Фраскиты Солеро Я младшая дочь храброго офицера, имевшего такие заслуги перед родиной, что, когда он умер, за его вдовой было сохранено его жалование. Мать моя родом из Соломанки вернулась в родной город со мной и моей сестрой Доротеей. У нее был небольшой дом на окраине города. Она велела его отремонтировать, и мы поселились в нем, соблюдая строгую экономию, вполне соответствующую скромному виду нашего жилища. Мать не позволила нам ходить ни в театр, ни на бой быков, сама тоже нигде не бывала и не принимала гостей. Не имея никаких развлечений, я целые дни проводила у окна. От природы очень общительная, я только увижу какого-нибудь прилично одетого мужчину, проходящего по нашей улице, как сейчас же начинаю следить за ним глазами, ибо взгляну на него так, чтобы он подумал, вот пробудил во мне определенный интерес. Обычно прохожие не оставались равнодушными к этим знакам внимания, некоторые отвешивали мне глубокие поклоны, другие отвечали мне такими такими взглядами, как мой, и почти все снова появлялись на нашей улице, только для того, чтобы еще раз поглядеть на меня. Сколько раз моя мать, заметив эти заигрывания, увещевала меня, фроскит, фроскит, что ты там вытворяешь? Держись скромно, с достоинством, как твоя сестра, а то никогда не найдешь себе мужа, но мать ошиблась. Сестра моя до сих пор в девушках, а я больше года как замужем. Улица наша была довольно безлюдна, и я редко имела удовольствие видеть прохожих, чья наружность заслуживала бы внимания, но одно обстоятельство благоприятствовало моим намерениям. У самых наших окон под ветвистым дубом стояла каменная скамья, так что желающий на меня полюбоваться мог спокойно сесть на нее, не возбуждая ни малейшего подозрения. Однажды какой-то молодой человек, одетый гораздо изящнее тех, кого я видела до сих пор, сел на скамью, вынул из кармана книгу и стал читать, но как только заметил меня, оставил чтение и уже больше не спускал с меня глаз. Незнакомец возвращался несколько дней подряд и вдруг как-то раз подошел к моему окну, будто чего-то искал и промолвил «Ты ничего не уронила, сеньора». Я ответил, что нет, жаль. возразил он, «Если бы ты обронила крестик, который носишь на шее, я бы его поднял и с радостью унес домой. Имея что-нибудь принадлежащее тебе, сеньора, я утешал бы себя, что не так безразличен тебе, как другие, которые садятся на эту лавку. Может быть, впечатление, которое сеньора произвела на меня, заслуживает того, чтобы немного выделить меня из толпы». Тут вошла моя мать, и я не могла ничего ответить, но быстро отвязала крестик и уронила его на улицу. Вечером я увидела двух сеньор с лакеем в богатые ливреи. Они сели на скамейку, сняли мантильи, и одна из них вынула маленький сверток. Развернув его, вынула золотой крестик и кинула на меня насмешливый взгляд. Я поняла, что молодой человек пожертвовал этой женщине первое доказательство моей благосклонности, и меня охватил яростный гнев, так что я всю ночь не смыкала глаз. На другой день лицемерный сел на скамейку, и я с великим удивлением увидела, что он вынул из кармана маленький сверток, развернул, достал крестик и стал его целовать. Вечером я увидела двух лакеев в такой же евреи, как вчерашний. Они принесли стол и постелили скатерть, потом ушли и вернулись с мороженым, оранжадом, шоколадом, пирожками и другими лакомствами. Вскоре появились все две дамы сели на скамью и велели подавать им лакомства. Моя мать и сестра, никогда не глядевшие в окно, тут не могли сдержать любопытства, особенно, когда услыхали стук тарелок и стаканов. Одна из женщин, увидев их в окне, пригласила обеих к столу, попросив только, чтобы они приказали вынести несколько стульев. Мать охотно приняла приглашение и велела вынести на улицу стулья, и мы, принарядившись, пошли благодарить сеньору за любезность. Подойдя поближе к ней, я увидела, что она очень похожа на моего молодого незнакомца и решила, что это его сестра. Наверное, брат говорил ей обо мне, дал мой крестик, и добрая сестра приходила вчера к нам под окно только затем, чтобы посмотреть на меня. Скоро обнаружилось, что не хватает ложек, и за ними отрядили мою сестру. Потом оказалось, что нет салфеток, и мать хотела послать меня, но молодая сеньора подмигнула мне, и я ответила, что не найду их. Матери пришлось идти самой. Как только она ушла, я сказал о незнакомке, мне кажется, сеньора, у тебя есть брат, необычайно на тебя похожий, ничуть не бывало, возразила она. Брат, о котором ты говоришь, я сам и есть. Мой брат герцог Сан-Лукар, а я должен скоро стать герцогом Де-Аркос, так как женюсь на наследнице этого титула. Я терпеть не могу свою суженую, но если не соглашусь на этот брак, то у нас в семье начнутся страшные сцены, до которых я совсем не охотник. Не имея возможности распоряжаться своей рукой по собственному желанию, я решил сохранить свое сердце для кого-нибудь более достойного любви, чем герцогиня Де-Аркос. Не подумай, сеньорита, что я говорю о вещах оскорбительных для твоего доброго имени, но ведь ни ты, ни я не покидаем Испании. Судьба может снова нам улыбнуться, а если и нет, я сумею найти другие способы видеть тебя. Сейчас вернется твоя мать, благоволи пока принять этот бриллиантовый перстень в доказательство того, что я сказал правду о своем происхождении, умоляю тебя, сеньорита, не отвергай моего подарка и пусть он вечно напоминает тебя обо мне. Мать воспитала меня в строгих понятиях о добродетели, и я знала, что не следует принимать подарков от незнакомца, но некоторые соображения, которые у меня тогда возникли и которых я теперь уже не помню, заставили меня взять перстень. Между тем, мать вернулась с салфетками, а сестра с ложками. Незнакомая сеньора была в этот вечер очень любезна, и все мы разошлись с довольной встречей. На другой день, так же, как и в последующее, очаровательный юноша больше не показывался под моими окнами. Наверное, поехал венчаться с герцогиней Аркос. В первое воскресенье после этого случая, я, подумав, что рано или поздно у меня все равно обнаружат этот перстень, в церкви сделала вид, будто нашла его под ногами и показала матери, а та решила, что это, конечно, просто стекло в тампаковой оправе. Она велела мне все-таки спрятать его в карман. По соседству от нас жил ювелир. Перстень показали ему, он оценил его в восемь тысяч пистолей. Мать обрадовалась столь значительной стоимости перстня. Она объявила, что лучше всего было бы пожертвовать его святому Антонию Падуанскому покровителю нашей семьи, но с другой стороны на сумму вырученную от продажи перстня можно обеспечить преданным меня и сестру. Прости, милая мама, возразила я, но сперва надо объявить, что мы нашли перстень, не указывая его стоимости. Если владелец явится, мы отдадим потерю, а если нет, то ни сестра, ни святой Антоний Падуанский не имеют на него никакого права. Я нашла перстень, мне он и принадлежит. На это мать ничего не ответила. В Саламанке появилось объявление о находке перстня без указания его стоимости, но, как ты можешь легко догадаться, никто не явился. Юноша, сделавший мне такой ценный подарок, произвел сильное впечатление на мое сердце, и я целую неделю не показывалась в окне, но естественная склонность одержала верх, я вернулась к своей привычке и стала по-прежнему проводить весь день глядя на улицу. Каменную скамью, на которой обычно сидел молодой человек, теперь занимал важный, толстый сеньор, спокойный, солидный. Он увидел меня в окне, и мне показалось, что это зрелище не доставило ему никакого удовольствия. Он отвернулся, но мое присутствие явно раздражало его. Не видя меня, он все время беспокойно оборачивался. Вскоре он ушел, кинув на меня взгляд полное негодование, вызванного моим любопытством, но на другой день пришел опять и повторил все свои чудачества. Так он приходил и уходил целых два месяца, пока, в конце концов, не попросил моей руки. Мать объявила, что трудно ждать более выгодной партии, и велела мне ответить согласием. Я послушалась, переменила имя Фраскит и Соляро на имя Донны Франсиски Корнадес и вступила в дом, где сеньор видел меня вчера. Став женой Дона Корнадеса, я отдалась всецело заботам о его счастье. К сожалению, усилия мои оказались слишком успешными. Через три месяца совместной жизни я увидела, что он счастливее, чем я хотела бы, и хуже того считает, что он тоже меня осчастливил. Но самодовольное выражение делало лицо его неприятным, этим он меня отталкивал и все больше раздражал. К счастью, блаженное состояние это длилось недолго. Однажды Корнадес, выходя из дома, увидел мальчика с письмом в руке, который, видимо, кого-то искал. Желая помочь ему, он взял у него письмо и кинул взгляд на конверт. Оно было адресовано восхитительной фрескитии. Корнадес сделал такую гримасу, что маленький посыльный со страху бросился бежать, а муж мой взял этот драгоценный документ домой и прочел следующее. Может ли быть, чтобы ни мои богатства, ни мои достоинства, ни мое имя не привлекли ко мне твоего внимания? Я готов на любые расходы, любой риск, любые меры ради одного твоего взгляда. Те, кто обещал помочь мне, обманули меня, и я не получил от тебя никакого привета, но на этот раз я решил действовать с врожденной смелостью. Отныне ничто меня уже не удержит, так как речь идет о страсти, с самого начала не знающие ни меры, ни узды, меня страшит только одно твое равнодушие, граф де Пеннифлор. Содержание письма в одно мгновение развеяло счастье, которым наслаждался мой муж. Он стал тревожен, подозрителен, запретил мне выходить из дома, кроме как с одной из наших соседок, которую знал, правда, не очень близко, но полюбил за ее примерную набожность. Однако Корнадес не решался упоминать при мне о своих мучениях, не зная ни того, как далеко зашло у меня дело с графом де Пеннифлор, ни того, известно ли мне о страсти графа. Вскоре тысячи обстоятельств стали день ото дня расстравлять его тревогу. Как-то раз он увидел лесенку, прислоненную к садовой ограде, в другой раз какой-то неизвестный прокрался потихоньку в наш дом. Хуже того, у меня под окнами все время раздавались серенады, слышалась музыка, столь ненавистная для ревнивцев. В конце концов, дерзость графа перешла все границы. Однажды я отправилась с моей набожной соседкой на Праду, и мы гуляли там довольно долго, пора была позднее, и мы ходили по главной аллее почти совсем одни. Граф подошел к нам, стал пылко выражать мне свою страсть, сказал, что должен завоевать мое сердце, наконец дерзко схватил меня за руку, и я не знаю, что этот безумец сделал бы, если бы мы не стали отчаянно кричать. Домой мы вернулись в страшном смятении. Набожная соседка заявила моему мужу, что ни за какие блага на свете больше не будет со мной ходить, и что жаль, у меня нет брата, который оградил бы меня от нападений графа, раз мой собственный муж так мало обо мне заботится. Правда, религия воспрещает месть, прибавила она, однако, честь нежной и преданной жены заслуживает большей заботы. Граф де Пенефлор действует так смело, наверное, от того, что знает сеньор Хорнадес о твоем попустительстве. На следующий день муж мой поздно возвращался домой и, переходя узкий переулок, увидел, что впереди стоят двое. Один из них ткнул в стену шпагой безмерной длины, а другой сказал ему, славный сеньор Дон Рамира, если ты будешь так действовать с уважаемым графом де Пенефлор, недолго ему быть грозой братьев и мужей. Ненавистное имя графа заставило Курнадес насторожиться. Он не пошел дальше, а притаился под деревом. Любезный друг, ответил человек с длинной шпагой, мне нетрудно положить конец любовным победам графа де Пенефлор. Я вовсе не желаю убивать его, а хочу только проучить, чтобы он тут больше не показывался. Не зря Дона Рамира Карамансу называют первым дуэлянтом в Испании. Я боюсь только последствий такого поединка, если бы раздобыть где сто дублонов, я пожил бы немного на островах. Два друга беседовали еще некоторое время в таком же духе и, наконец, собирались уже уйти, как вдруг муж мой вышел из своего укрытия и подошел к ним со словами «Господа, я один из тех мужей, которым граф де Пенефлор не дает жить спокойно». Если бы вы имели намерение отправить его на тот свет, я не стал бы вмешиваться в ваш разговор. Но так как вы хотите только проучить его, я с удовольствием предлагаю вам сто дублонов, которые нужны для поездки на острова. Будьте добры подождать, я сейчас принесу вам эти деньги». В самом деле он сейчас же пошел домой и вернулся со ста дублонами, которые и вручил страшному карамансе. Через два дня вечером мы услышали громкий стук в дверь. Когда ее отворили, к нам вошел судейский чиновник с двумя альгвасилами. Чиновник обратился к моему мужу с такими словами «Из уважения к тебе, сеньор, мы пришли сюда ночью, чтобы наше появление не повредило твоей доброй славе и не испугало соседей». Речь идет о графе де Пенье Флор, которого вчера убили. Письмо, выпавшее из кармана одного из убийц говорит о том, что ты дал сто дублонов, чтобы побудить их к этому преступлению и помочь им бежать. Муж мой ответил с присутствием духа, которого я никогда в нем не предполагала, я никогда в жизни не видел графа де Пенье Флор. Вчера ко мне пришли двое неизвестных и предъявили вексель на сто дублонов, выданные мной в прошлом году в Мадриде. Я был вынужден заплатить. Если нужно, сеньор, я сейчас схожу за векселем. Чиновник вынул письмо из кармана и сказал, читай, сеньор, завтра отплываем на Сан-Доминго с дублонами почтенного Корнадеса. Да, возразил мой муж, это, наверное, те самые дублоны по векселю. Я выдал его на предъявителя, так что не имел права никому отказывать в оплате, не спрашивать фамилию. Я служу в уголовном суде, сказал чиновник, и не обязан вмешиваться в торговые дела. Прощаюсь, сеньор Корнадес. Извини за беспокойство. Как я тебе уже сказала, меня очень удивило необычайное присутствие духа, которое проявил мой муж, хотя я уже не раз замечала, что там, где дело идет о его собственной выгоде или безопасности его персоны, он просто гений. Когда прошел испуг, я спросила дорогого Корнадеса, правда ли, что он велел убить графа де Пенефлор. Сначала он отпирался, но в конце концов признал, что дал сто дублонов дуэлянту Караманси, но не для убийства, а только для того, чтобы выпустить у графа малость буйные крови. Хоть я оказался причастен к этому убийству, помимо своей воли, прибавил он, оно тяготит мою совесть. Я решил совершить путешествие к святому Иакову Компостельскому, а может быть и дальше, чтобы получить как можно больше отпущений. С того дня, как муж сделал это признание, у нас в доме начало твориться что-то странное. Карнадесу каждую ночь стал являться какой-то страшный призрак, лишая покоя и без того растревоженную совесть. Все время назойливо маячили несчастные дублоны, иногда в потемках слышался печальный голос «Вот возьми свои сто дублонов». После чего слышался звон, как будто кто-то пересчитывает монеты. Однажды вечером служанка увидела в углу миску, полную дублонов, опустила в нее руку, но обнаружила только кучу сухих листьев, которую прямо в миске и принесла нам. На другой день вечером мой муж, проходя по комнате, слабо озаренная лунным светом, увидел в углу таз и в нем человеческую голову, охваченный страхом он прибежал ко мне и рассказал об этом, я пошла сама посмотреть. Я обнаружила деревянную болванку для его парика, случайно поставленную в таз для бричья, чтобы не вступать с ним в спор и в то же время чтобы поддержать в нем вечную тревогу. Я пронзительно закричала и уверила его, что тоже увидела страшную окровавленную голову. С тех пор голова эта показывалась почти всем обитателям нашего дома и довела моего мужа до того, что я стала опасаться за его рассудок. Полагаю, нет нужды говорить тебе, что все эти явления были моим изобретением. Граф Депеннифлор был просто выдумкой для того, чтобы встревожить Корнадеса и излечить его от прежнего самодовольства. судейскими чиновниками, ольгвасилами, так же, как и дуэлянтами, были слуги герцога Аркоса, который сразу после венчания вернулся в Соломанку. Прошлой ночью я решила застращать моего мужа новым способом, так как не сомневалась, что он сейчас же убежит из спальни к себе в комнату, где стоит аналой. Я тогда запру дверь на ключ и впущу к себе герцога через окно. Опасаться, что муж увидит его или обнаружит лестницу не приходилось, потому что мы каждый вечер тщательно запирали дом, а ключ я прятала под подушку. Когда ты неожиданно появился в окне, муж мой еще раз убедился, что голова графа Депеннифлор приходит укорять его за сто дублонов. Наконец, мне остается сказать только несколько слов о той примерной набожной соседке, которая внушила моему мужу столь неограниченное доверие. Увы, соседка, которую ты видишь возле меня, это сам герцог, переодетый в женскую одежду. Да-да, сам герцог, который любит меня больше жизни, может быть потому, что все еще не уверен в моей взаимности. На этом фроскита окончила свое повествование, а герцог, повернувшись ко мне, промолвил, дарю тебе наше доверие, мы рассчитываем на твою ловкость, которая может быть нам полезной. Речь идет об ускорении отъезда Корнадеса. Кроме того, мы хотим, чтобы он не ограничивался паломничеством, а некоторое время совершал покаяние в каком-нибудь монастыре. Для этого нам нужен ты со своими четырьмя приятелями, которые тебе повинуются. Я сейчас же тебе объясню, свой замысел. Когда Бускерос произнес эти слова, я с ужасом заметил, что солнце уже зашло, и я могу опоздать на свидание к восхитительной Инессе, поэтому я его оставил и стал умолять, чтобы он отложил рассказ от замысла герцога Аркоса до завтра. Бускерос ответил мне с обычной своей наглостью. Тогда уже не в силах сдерживать свое негодование, я воскликнул наглый негодяй, отними у меня жизнь, которую ты мне отравляешь, или защищай свою. С этими словами я обнажил шпагу и принудил моего противника сделать то же самое. Так как отец мой никогда не позволял мне обнажать шпагу, я не знал, как ее действовать. Сначала я завертел ее колесом, чем немало удивил своего противника, вскоре, однако Бускирос сделал выпад и пронзил мне руку, и кроме того кончик его шпаги ранил меня в плечо. Рука моя выпустила оружие, я упал, обливаясь кровью, но больше всего терзала меня мысль, что я не смогу явиться в условный час и узнать то, о чем прекрасная Инесса хотела сообщить мне. Когда цыган дошел до этого места, его вызвали по делам табора. Когда он ушел, Веласкис сказал, я так и знал, что цыган все время будет вытягивать одну историю из другой. Фроскита Солера рассказала свою историю Бускиросу, тот Лопесу Суаресу, а тот опять цыгану, надо надеяться, он скажет нам в конце концов, что стало с прекрасной Инессой, но если он начнет новую историю, я с ним поссорюсь, как Суарес поссорился с Бускиросом. Только, пожалуй, нынче повествователь наш к нам больше не вернется, в самом деле цыган больше не показывался, и вскоре мы все пошли спать. День тридцать шестой Мы двинулись дальше. Вечный Жид вскоре присоединился к нам и продолжал рассказ о своих приключениях. Продолжение истории Вечного Жида Уроки Мудрого Херемона были в действительности гораздо пространней, чем в моем изложении. Общий итог их заключался в том, что один пророк по имени Бетис доказал в трудах своих существование Бога и ангелов, а другой пророк по имени Тот прикрыл эти понятия темной и казавшейся тем более возвышенной метафизикой. В теологии этот Бог, называвшийся Отцом, почитался только молчанием. Когда же нужно было выразить Его самодостаточность, говорили, что Он Сам Собственный Отец и Собственный Сын. Почитался Он также и в образе Сына, и тогда Его называли Разумом Божьим или Тотом. Что значит по-египетски убеждение. Наконец, наблюдая в природе Дух и материю, Дух стали считать эманацией Бога и представлять Его плывущим по Илу. Как я уж вам как-то раз говорил. Создателя этой метафизики назвали «Трижды величайший». Платон, проведший 18 лет в Египте, ввел в Греции учение о слове, за что получил от греков прозвание Божественного. Херемон утверждал, что все это было не вполне в духе древнеегипетской религии, что она изменилась, так как изменения вообще в природе каждой религии. Этот его взгляд вскоре подтвердили события, происшедшие в Александрийской синагоге. Я был не единственным евреем, изучавшим египетскую теологию. Другие тоже увлекались ею. Особенно притягательной казалось загадочность египетской литературы, порождаемая, видимо, иероглифическим письмом и принципом, согласно которому следует обращать внимание не на символ, а на скрытую в нем мысль. Наши Александрийские раввины тоже захотели иметь требующие разрешения загадки и вообразили, что книги Моисеевы, хоть и повествуют о подлинных событиях и представляют собой подлинную историю, написаны, однако, с таким божественным искусством, что помимо исторического содержания имеют еще другой смысл, таинственный и аллегорический. Некоторые из наших ученых выяснили этот смысл с проницательностью, доставившей им в то время великую славу, но из всех раввинов особенно отличился Филон. После долгого изучения Платона он пришел к убеждению, что ему удалось пролить свет на темноты метафизики, и с тех пор его стали звать Платоном Синагоги. Первое произведение Филона трактует о сотворении мира с особенной подробностью, разбирая свойства числа семь. В этом сочинении автор называет Бога отцом, что полностью соответствует египетской теологии, но не стилю Библии. Мы там находим утверждение, что змей аллегория наслаждения и что рассказ о создании женщины из ребра мужчины также имеет аллегорический смысл. Тот же самый Филон написал сочинение о снах, где говорит, что Бог имеет два храма, один из них весь мир и священник его Слово Божие, а другой чистая и разумная душа и священник его человек. В своей книге об Аврааме Филон высказывается еще определеннее в духе египетской теологии, когда говорит, тот, кого священное писание называет сущим, то есть тем, который есть, истинный отец всего. С обеих сторон его стоят силы бытия, издревле теснейшим образом с ним соединенные, сила творящая и сила управляющая. Одна называется Богом, другая Господом. Соединенный с этими силами открывается нам иногда в едином, иногда в тройственном виде. В едином, когда душа совершенно очищенная, возносясь над всеми числами, даже над числом два, столь близким к единице, достигает понятия простоты и самодостаточности. В тройственном же предстает душе, еще не вполне причастной к великим тайнам. Этот самый Филон, рассудку вопреки до такой степени заплатонизировав Шиса, позже принимал участие в посольстве к Цезарю Клавдию. Он пользовался большим влиянием в Александрии и почти все эллинизированные евреи, увлекшись красотой его стиля и понуждаемые свойственные всем людям жаждой новизны, настолько проникли с его учением, что вскоре, можно сказать, остались евреями только по названию. Книги Моисеевы стали для них своего рода основой, на которой они ткали, каким вздумается, свои собственные аллегории и тайны, в особенности же миф о троичности. В ту эпоху эссеи уже создали свои странные сообщества. Они не женились и не имели никакой собственности, все было в общем владении. В конце концов возникла новая религия, смесь иудаизма и магии, сабеизма и платонизма при повсеместном распространении множества астрологических суеверий. Древние религии всюду падали со своих пьедесталов. Когда Вечный Жит произнес это, мы находились недалеко от места нашего привала, так что он оставил нас и пропал где-то в горах. Под вечер цыган, располагая свободным временем, продолжал свой рассказ. Продолжение истории вожака цыган. Рассказав мне историю своего поединка с Бускеросом, молодой Суарес захотел спать, и я покинул его. На другой день, на мой вопрос, что было дальше, он поведал мне следующее. Продолжение истории Лопеса Суареса. Ранив меня в руку, Бускерос сказал, что он искренне рад этой возможности выказать мне свою преданность. Он разорвал мою рубашку, перевязал мне плечо, накинул на меня плащ и отвел к хирургу. Тот осмотрел мои раны, сделал перевязку и отвез меня домой. Бускерос велел поставить свою кровать в передней. Мои неудачные попытки отделаться от нахала заставили меня отказаться от дальнейших действий в этом направлении и я примирился со своей участью. На другой день у меня началась лихорадка, обычная у раненых. Бускерос по-прежнему навязывался со своими услугами и ни на минуту не отходил от меня. На четвертый день я смог наконец выйти на улицу с перевязанной рукой, а на пятый ко мне пришел слуга сеньоры Авалас с письмом, которое Бускерос сейчас же схватил и прочел. Инесса Морро Клопесу Суаресу Я узнала, что ты дрался на поединке и был ранен в плечо, поверь мне, я страшно мучилась. Теперь придется пустить в ход последнее средство. Я хочу, чтобы отец мой застал тебя у меня. Шаг смелый, но на нашей стороне тетя Авалас, которая нам поможет. Доверься человеку, который вручит тебе это письмо. Завтра будет уже поздно. Сеньор Дон Лопес, сказал ненавистный Бускерос, ты видишь, что на этот раз тебе не обойтись без меня. Признай, что каждое такое предприятие по самой природе своей требует моего участия. Я всегда считал, что тебе страшно повезло, коли ты сумел приобрести мою дружбу, но теперь больше, чем когда-нибудь ты узнаешь всю ее ценность. Клянусь Святым Рохом, моим покровителем, если бы ты позволил мне рассказать мою историю до конца, так узнал бы, что я сделал для герцога Аркоса, но ты прервал меня, да еще так грубо, но я не жалуюсь, так как рана, которую я тебе нанес, дала мне возможность дать новое доказательство моей преданности. Теперь, сеньор Дон Лопес, умоляю тебя только об одном, пока не наступит решительный момент, ни во что не вмешивайся, молчи и не задавай никаких вопросов, доверься мне, сеньор Дон Лопес, доверься мне. С этими словами Бускерос вышел в другую комнату с доверенным сеньоры Моро. Они долго шептались вдвоем. Наконец, Бускерос вернулся один, держа в руке что-то вроде плана, изображающего переулок августинцев. Вот это, сказал он, конец улицы, ведущей к обители доминиканцев. Там будет стоять слуга сеньоры Моро с двумя людьми, за которых он мне ручается. А я буду караулить на противоположном конце улицы с несколькими надежными приятелями, которые и к тебе относятся, дружеский сеньор Дон Лопес. Нет, нет, я ошибся, их будет только двое, а остальные встанут у задней двери, чтобы следить за людьми Санта-Мауры. Я полагал, что имей право говорить не об этом плане и хотел спросить, что мне делать все это время. Но Бускерос запальчиво прервал меня. Никакой болтовни, Дон Лопес, никаких вопросов. Таков наш уговор. Если ты забыл о нем, то я хорошо помню. После этого Бускерос весь день уходил и приходил. Вечером началось. То соседний дом слишком освещен, то на улице показывались какие-то подозрительные люди, либо еще не было подано условных знаков. Иногда Бускерос приходил сам, иногда присылал с донесением кого-нибудь из своих доверенных. Наконец он пришел и велел мне идти за ним. Можешь представить себе, как билось мое сердце. Меня смущала мысль о том, что я нарушил отцовские приказы, но любовь брала верх над всеми другими чувствами. Входя в переулок августинцев, Бускерос показал мне своих караульных и дал им пароль. В случае, если здесь появится посторонний, мои друзья сделают вид, будто подрались друг с другом, так что он поневоле будет вынужден повернуть обратно. А теперь прибавил он, мы уже уцели. Вот лестница, чтобы тебе влезть наверх. Ты видишь, она крепко оперта о стену. Я буду следить за условными знаками, и как только я ударю в ладони, полезай. Но кому могло бы прийти в голову, что после всех этих планов и приготовлений Бускерос перепутал окна. Однако это было так. И ты увидишь, что из этого вышло. Услышав сигнал, я хоть и с забинтованным плечом сейчас же полез наверх, держась одной рукой. Залезши, я не нашел, как было условлено наверху открытой ставни, и мне пришлось стучать, вовсе не держа с руками. В это мгновение кто-то резко распахнул окно, ударив меня ставней. Я потерял равновесие, и с самого верха лестницы упал на сложенные внизу кирпичи. Сломал в двух местах уже раненое плечо, сломал ногу, застрявшую между перекладинами лестницы, а другую вывихнул, и всего себя искалечил от шеи до крестца. Отворившее окно видно хотел моей смерти, так как крикнул «Ты умер?» Боясь, как бы он не пожелал добить меня, я ответил, что умер. Через минуту тот же голос послышался мной «А есть на том свете чистилище?» Испытывая нестерпимую боль, я ответил, что есть и что я уже нахожусь там. Потом, кажется, потерял сознание. Тут я прервал сварь с вопросом, не было ли в тот вечер грозы. «Вот именно, вот именно», отвечал он, бремел гром, сверкала молния, и, может быть, поэтому-то бускерос перепутал окна. «Что я слышу?» воскликнул я в удивлении. «Да ведь это наша чистилищная душа, наш бедный Агилар!» И с этими словами вылетел пулей на улицу. Начинало светать. Я нанял двух мулов и помчался в монастырь комедолов. Там я нашел кавалера Толедо, распростертым перед святой иконой. Лег рядом с ним и, так как у комедулов нельзя громко говорить, на ухо передал ему вкратце всю историю Суареса. Сперва рассказ мой как будто не производил на него никакого впечатления, но вскоре я увидел, что он улыбается. Наклонившись к моему уху, он промолвил «Милый Аваридо, как по-вашему, жена Уэйдора Ускариса любит меня и еще верна мне, без сомнения», ответил я, «Но тише, тише, не надо огорчать почтенных отшельников». «Продолжай молиться, сеньор, а я пойду скажу, что наше покаяние окончено». Узнав, что кавалер желает вернуться в мир, приор простился с ним, отозвавшись однако с похвалой о его набожности. Как только мы вышли из монастыря, к кавалеру тотчас вернулось его веселое настроение. Я рассказал ему об Ускеросе. На это он ответил, что знает его и что он дворянин из свитой герцога Аркоса, славущий самым несносным человеком во всем Мадриде. Когда цыган произнес эти слова, к нему пришел один из подчиненных докладывать о событиях дня, и больше мы его в этот день не видели. День тридцать седьмой. Следующий день мы посвятили отдыху. Завтрак был обильнее, чем всегда и лучше приготовлен. Мы собрались все. Прекрасная еврейка вышла одетая с большей тщательностью, чем обычно, но меры эти были излишни, если она приняла их с целью понравиться герцогу, так как его очаровывала в ней ненарушность. Веласкес видел в Ревекке женщину, отличавшуюся от других, большим глубокомыслием и умом, усовершенствованным точными науками. Ревекка давно хотела узнать взгляды герцога на религию, так как питала решительное отвращение к христианству и участвовала в заговоре, имевшем целью склонить нас к переходу в веру пророка. Она полусерьезно, полушутливо обратилась к герцогу с вопросом, не нашел ли он в своей религии такого уравнения, решение которого представляла бы для него трудность. При слове «религия» Веласкес нахмурился, но видя, что вопрос задан почти в шутку, он с недовольным выражением лица немного помолчал, а потом ответил так «Я понимаю, куда ты клонишь, сеньорита?» Ты задаешь мне вопрос характера геометрического, и я отвечу, исходя из принципов этой науки. Для обозначения бесконечной величины я ставлю знак лежачей восьмерки и делю ее на единицу, наоборот, желая обозначить величину бесконечно малую, я пишу единицу и делю ее на такую же восьмерку. Но эти знаки, употребляемые мной при вычислениях, не дают мне ни малейшего понятия о том, что я хочу выразить. Бесконечно велико вот это небо со своими звездами, взятое бесконечное количество раз. Бесконечно малое есть бесконечно малая частица самого малого из атомов. Итак, я обозначаю бесконечность, не постигая ее, но если я не могу понять и не могу выразить, а только едва могу обозначить или вернее издали указать бесконечно малое и бесконечно великое, каким же способом я выражу то, что представляет собой в одно и то же время бесконечно великое, бесконечно разумное, бесконечно доброе и является творцом всех бесконечностей? тут на помощь моей геометрии приходит церковь. Она указывает мне на троичность, имеющуюся в единице, но не уничтожающую ее. Что я могу возразить против того, что превосходит мое понимание? Я вынужден сдаться. Наука никогда не ведет к неверию. Только невежество погружает нас в него. Невежда, видя какой-нибудь предмет каждый день, тотчас решает, что он понятен ему. Подлинный естествоиспытатель живет среди загадок. Непрерывно занятый исследованием, он понимает всегда наполовину, учится верить в то, чего не понимает, и таким путем приближается к святыне веры. Дон Ньютон и Дон Лейбниц были истинными христианами, даже теологами, и оба признавали тайну чисел, которые не могли понять. Если бы они принадлежали к нашему вероисповеданию, то признавали бы и другую тайну, столь же непостижимую и основанную на мысли о возможности тесного слияния человека с творцом. В пользу этой возможности не говорит ни один очевидный факт, наоборот, одни только неизвестные, но с другой стороны, она убеждает нас в коренной разнице между человеком и другими существами, облеченными в материю. Если человек в самом деле единственный в своем роде на этой земле, если мы имеем явное доказательство, что отличаемся от всего царства животных, то нам легче допустить возможность соединения человека с творцом. После этого вступления остановимся немного на способности понимания, которое доступно животным. Животное испытывает желание, запоминает, делает выбор, колеблется, принимает решение. Животное мыслит, но не в состоянии сделать предметом своего размышления собственные мысли, что ознаменовало бы восхождение способности понимания на новую ступень. Животное не говорит я существо мыслящее. Абстракция для него недоступна, и никто не видел животного, которое имело бы малейшее представление о числах. А числа представляют собой самый простой вид абстракции. Сорока не покидает своего гнезда, пока не убедится, что поблизости нет человека. Была сделана попытка определить объем ее мыслительной способности. Пять стрелков сели в засаду. Потом они вышли оттуда один за другим, и сорока не покидала гнезда, пока не увидела, что выходит пятый. Если же они приходили в шестером или в семером, сорока не могла их счесть и улетала после выхода пятого, откуда иные сделали вывод, что она умеет считать до пяти. Неверно. Сорока сохранила собирательный образ пяти человек, а вовсе их не считала. Считать значит отделять число от предметов. Часто встречаются шашлатаны, показывающие лошадок, бьющих копытом столько раз, сколько знаков пик или треф на карте, но этот его хозяин заставляет их делать каждый раз. Животные не имеют ни малейшего представления о числах, и эту абстракцию, наипростейшую из всех, можно считать пределом их умственных способностей. Однако несомненно и то, что умственные способности животных нередко приближаются к нашим. Собака легко узнает хозяина дома и отличает его друзей от посторонних. К первым относится ласково, вторых почти не выносит. Она ненавидит людей со злым взглядом, смущается, крутится, тревожится, ждет наказания и стыдится, если ее застанут на месте преступления. Плиний рассказывает, что слонов выучили танцевать и однажды видели, как они повторяли урок при лунном свете. Ум животных удивляет нас, но речь всегда идет о единичных случаях. Животные выполняют приказания, избегают запретного, как, впрочем, всего, что может им повредить, но в то же время не способны составить общего понятия о добре на основе обособленного представления о том или ином поступке. Они не могут оценивать свои поступки, не могут разделять их на добрые и злые, эта абстракция гораздо труднее абстракции числовой, а так как они не в состоянии достичь меньшего, то нет причины, по которой они могли бы достичь большего. Совесть есть в значительной мере создания человека, так как то, что в одной стране считается добром, в другой рассматривается как зло. Но в целом совесть указывает на то, что процесс абстрагирования так или иначе обозначил доброе или злое. Животные не способны на такое абстрагирование и поэтому не имеют совести, не могут следовать ее голосу, потому не заслуживают ни награды, ни наказания, разве только таких, которые назначаются ради нашей, а ни в коем случае не ради их собственной пользы. Мы видим таким образом, что человек существо единственное в своем роде на земле, где все остальное принадлежит к общей системе. Только человек может сделать предметом своего мышления собственные мысли. Только он умеет абстрагировать и обобщать те или иные свойства. Благодаря этому он способен совершать похвальные поступки или причинять обиды, так как абстрагирование, обобщение и развлечение выработали в нем совесть. Но для чего человеку нужны качества, выделяющие его из среды других живых существ? Тут мы путем аналогии приходим к выводу, что если все на свете имеет определенную цель, то и совесть не может быть дана человеку бесцельно. Вот куда привело нас это умозрение к религии естественной. А куда ведет нас последнее, как не к той же самой цели, что и религии откровения, то есть к будущей награде или возмездию. Раз произведение то же самое, то множимое и множители не могут быть разными. При всем том умозрении, на котором основана естественная религия, часто является опасным оружием ранящим тех, кто им пользуется, каких добродетелей не пробовали очернить при помощи умозрения, каких преступлений оправдать, или проведение в самом деле решило покинуть нравственность на милость софистики. Конечно, нет. Вера, основанная на привычках, усвоенных с детских лет, на любви детей к родителям, на потребностях сердца, предоставляет человеку гораздо более надежный фундамент, чем умозрение. Находились скептики, которые сомневались даже в совести, отличающей нас от животных, а не хотели превратить ее в игрушку. Они старались убедить нас, будто человек ничем не отличается от тысячи других существ, способных понимать, облаченных в материю и населяющих земной шар. Но вопреки им человек чувствует в себе совесть, а священник при освящении говорит ему, «Единый Бог не сходит на сей жертвенник и соединяется с тобой». И человек вспоминает о том, что не принадлежит к миру животных. Он погружается внутрь, в себя и находит совесть. Вы можете меня спросить, почему я стараюсь убедить вас, что естественная религия приводит к той же самой цели, что и религия откровения. Ведь я христианин и должен признавать последнюю и верить в чудеса, составившие ее основу. Но в таком случае позвольте сперва определить разницу между религией естественной и религией откровения. Теолог скажет, что Бог есть творец христианской религии. Философ согласится с этим, так как все, что совершается, происходит по воле Божией. Но теолог основывается на чудесах, представляющих собой исключение из общих законов природы и тем самым приходящихся не по нраву философу. Последний, как естество испытатель, склоняется к тому мнению, что Бог, творец нашей святой религии, хотел обосновать ее при помощи средств, доступных человеку, не нарушая всеобщих законов, управляющих миром духовным и материальными. Здесь разница еще не так значительна, однако естество испытатель хочет ввести еще одно тонкое различие. Он говорит теологу, «Те, кто видел чудеса своими глазами, могли без труда им поверить. Для тебя же, рожденного на 18 столетий позже, вера есть заслуга, а если вера есть заслуга, то твою веру можно считать одинаково испытанной, как в том случае, если чудеса действительно имели место, так и в том, если это только освещенные традиции и предания. А раз веру в обоих случаях можно считать одинаково испытанной, то одинаковой должна быть и заслуга. Тот теолог переходит в наступление и говорит естество испытателю, «А кто открыл тебе законы природы? Откуда ты знаешь, что чудеса исключения, а не проявления неизвестных тебе сил? Ведь ты не можешь сказать, что точно знаешь законы природы, которые ты противопоставляешь установлению религии? Лучи своего взгляда ты объясняешь законами оптики, каким образом, проникая всюду и ни с чем не сталкиваясь, они вдруг встретив зеркало возвращаются вспять, словно ударившись о какое-то упругое тело. Отражаются также и звуки, их отражение эхо. С некоторым приближением к ним можно применить те же законы, что и к лучам света, хотя они имеют скорее характер условный, тогда как лучи света представляются нам телами, ты, однако, не знаешь этого, так как в сущности не знаешь ничего. Естествоиспытатель вынужден признать, что ничего не знает, но прибавляет при этом. Если я не в состоянии постичь чудо, то ты, сеньор-теолог, не имеешь права отвергать свидетельство отцов церкви, которые признают, что наши догматы и таинства существовали уже в дохристианских религиях. Но так как они вошли в эти древние религии непосредством откровения, то ты должен признать правильным мое мнение, что эти же самые догматы можно было сформулировать без помощи чудо. В общем, говорит естествоиспытатель, если ты хочешь услышать мое откровенное мнение о происхождении христианства, то, пожалуйста, послушай. Древние храмы были просто бойними, боги бесстыдными распутниками, но в некоторых объединениях набожных людей господствовали гораздо более чистые нравы и приносились менее отвратительные жертвы. Философы обозначали божество именем Теос, не выделяя ни Зевса, ни Урана. Рим завоевал всю землю и приобщил к своим мерзостям. В Палестине появился служитель Божий и стал проповедовать любовь к ближнему, презрение к богатству, прощение обид, покорность воли Небесного Отца. При его жизни за ним следовали простые люди. После его смерти они сблизились с более просвещенными людьми и заимствовали из языческих обрядов то, что больше подходило к новой вере. Наконец, отцы церкви стали произносить с высоты кафедр блестящие проповеди, несравненно более убедительные, чем то, что приходилось слышать верующим до тех пор. Таким образом, с помощью средств явно человеческих христианство создалось из того, что было наиболее чистого в религиях язычников и евреев. Именно так всегда исполняется предопределение божьего промысла. Творец миров несомненно мог начертать свои святые законы огненными буквами на звездном небе, но не сделал этого. В древних мистериях скрыл он обряды более совершенной религии, точно так, как в желудях скрывается лес, который будет давать тень нашим потомкам. Мы сами, не ведая о том, живем среди явлений, над последствиями которых изумляться будут потомки, потому-то и называем мы Бога провидением, а не просто властью. Так представляет себе естество-испытатель возникновения христианства. Теолог с ним не согласен, но в то же время не решается его опровергать, так как усматривает во взглядах своего противника мысли правильные и великие, заставляющие его отнестись снисходительно к извинительным заблуждениям. Таким путем взгляды философа и теолога могут наподобие линий, известных под названием асимптот, никогда не встречаясь все более сближаться до расстояния меньшего, чем любая поддающаяся определению величина. Так что разница между ними будет меньше любой разницы, которую можно обозначить, и меньше любого количества, которое можно определить. Но если я не в состоянии определить эту разницу, по какому праву осмеливаюсь я выступать со своим мнением против убеждений моих братьев и церкви, разве имею я право сеять свои сомнения среди веры, которую они признают и взяли за основу своей нравственности? Безусловно, нет. Я не имею на это права, признаю всем сердцем и душой. Дон Ньютон и Дон Лейбниц, как я сказал, были христианами и тоже теологами. Последний много занимался вопросом о воссоединении церквей. Что касается меня, я не вправе называть свое имя вслед за этими великими мужами. Я изучаю теологию в делах творения, чтобы иметь новые поводы славить Творца. Сказав это, Веласкес снял шляпу. Лицо его приняло задумчивое выражение, и он погрузился в размышления, которые у Аскета можно было бы счесть за экстаз. Ревекка немного смутилась, а я понял, что тем, кто хочет ослабить у нас основы религии и склонить к переходу в веру пророка, с Веласкесом это будет сделать так же трудно, как со мной. День 38 Отдых предыдущего дня подкрепил наши силы. Мы пустились в путь более охотно. Вечный жид накануне не показывался, он не имел права ни минуты оставаться на месте и мог рассказывать нам свою историю только когда мы в пути. Но не успели мы отъехать четверть мили, как он появился, занял свое обычное место между мной и Веласкесом и начал так. Продолжение истории вечного жида. Делли старел. Чувствуя приближение смертного часа, он призвал меня с Германусом и велел нам копать в подвале прямо у двери, сказав, что мы найдем там маленькие ларчики из бронзы, которые надо сейчас же ему принести. Мы исполнили это приказание, нашли ларчик и принесли ему. Делли снял ключ, висевший у него на шее, открыл ларчик и сказал нам, вот два пергамента за подписями и печатями. Один обеспечивает тебе, сын мой, владение самым прекрасным домом в Иерусалиме, а второй чек на 30 тысяч дариков с процентами, нарушшими за много лет. Тут он рассказал мне историю моего деда Языкии и дяди Сидыкии, после чего сказал, этот жадный и подлый человек жив до сих пор, значит, угрозения совести не убивают. Дети мои, скоро меня не будет на свете. Поезжайте в Иерусалим, только чтобы никто об этом не знал, пока не отыщите опекунов. Может быть, даже было бы лучше дождаться, когда умрет Сидыкия, что, наверное, скоро случится, принимая во внимание его преклонный возраст. А до тех пор вы сможете жить на пятьсот дариков. Они у меня зашиты в подушке, с которой я никогда не расстаюсь. Хочу дать вам еще один совет. Живите всегда честно, и за это вечер жизни будет у вас спокойный. что до меня я умру, как жил, с песней. Это будет, как говорится, моя любительная песня. Гомер, такой же слепец, как я, сложил гимн Аполлону, олицетворяющему солнце, которого он, как и я, не видел. Много лет тому назад я положил этот гимн на музыку. Начну с первой страфы, но едва ли сумею закончить последней. Сказав это, Делий запел гимн, начинающий со словами «Слава, счастливая ладонь». Но дойдя до слов «Делос, если ты хочешь, чтоб сын мой здесь поселился, голос его ослаб, старец склонил голову ко мне на плечо и спустил дух». Долго оплакивали мы нашего опекуна. Наконец отправились в Палестину и на двенадцатый день после отъезда из Александрии прибыли в Иерусалим. Ради большей безопасности мы изменили имена. Я назвался Антипой, Германус велел звать его Глафрисом. Мы остановились в трактире у городских стен и попросили указать нам дом, где живет Цедыкия. Нам сейчас же показали. Это был самый прекрасный дом во всем Иерусалиме, настоящий дворец, достойный служить жилищем царскому сыну. Мы сняли маленькую коморку у сапожника, жившего напротив Цедыкии. Я почти все время сидел дома, а Германус бегал по городу и собирал новости. Через несколько дней после нашего приезда он вбежал в комнату со словами «Милый друг, я сделал замечательное открытие. Река Кедрон, разливаясь за домом Цедыкии, образует великолепное озеро». Старик имеет обыкновение проводить близ него вечера в жасминовой беседке. Наверное, он и теперь уже там. Пойдем, я покажу тебе твоего обидчика. Я последовал за Германусом, и мы пришли на берег реки против прекрасного сада, где я увидел спящего старика. Я сел и стал его рассматривать, насколько его сон был непохож на сон Делия. Видимо, его тревожили какие-то мучительные страшные сновидения, так как он поминутно вздрагивал. «Ах, Делий, Делий!» воскликнул я. «Воистину мудрый дал ты мне совет жить честно». Германус был со мной согласен. «Рассуждая таким образом, мы вдруг увидели нечто, заставившее нас забыть обо всем на свете. Это была молодая девушка лет шестнадцати, необычайной красоты, очарование которой еще усиливал богатый наряд, жемчуга и усыпанные драгоценными камнями цепочки украшали ее шею, руки и ноги. На ней была шитая золотом легкая льняная туника». Германус воскликнул, «Да это настоящая Венера». Я же невольно упал перед ней на колени. Молодая красавица, заметив нас, слегка смутилась, но скоро обладела собой, взяла опахало из павлиньих перьев и начала овивать голову старика, чтобы освежить ее и продлить его сон. Германус вынул книжки, которые принес с собой и стал делать вид, будто читает, а я будто слушаю его. Но занимало нас исключительно то, что происходило в саду. Старик проснулся. По тем вопросам, которые он задал молодой девушке, мы поняли, что он плохо видит и не может заметить нас на таком расстоянии, что очень нас обрадовало, и мы решили как можно чаще приходить сюда. Цедыкия ушел, опираясь на руку молодой девушки. А мы пошли домой. За неимением других занятий завели разговор с нашим хозяином, который рассказал нам, что у цедыкия сыновья умерли, что все его богатство наследует дочь одного из его сыновей, что зовут эту юную внучку Сарой, и что дед страшно ее любит. Когда мы вернулись к себе в коморку, Германус сказал, милый друг, мне пришло в голову как можно быстрее окончить твой спор с цедыкия ты должен жениться на его внучке. Но осуществление этого замысла потребует великой осторожности. Эта мысль очень мне понравилась. Мы долго разговаривали о внучке цедыкии, и я всю ночь видел одну ее во сне. На другой день, и в последующие я ходил на реку. Каждый раз видел в саду свою прекрасную родственницу с дедом или одну, и хоть не говорил ей ни слова, однако был уверен, что она знала, ради кого я прихожу. Эти слова вечные жид договорил в тот момент, когда мы прибыли к месту ночлега, и несчастный бродяга тотчас пропал где-то в горах. Ревекка больше не заводила с герцогом речи о религии, но ей хотелось понять то, что он назвал своей системой, и, воспользовавшись первой возможностью, она засыпала его вопросами. «Ах, сеньорита», возразил Веласкес, «мы как слепые, знаем, где находятся углы некоторых домов до конца нескольких улиц, но спрашивать нас о плане всего города бесполезно. Однако, раз ты добиваешься от меня ответа, я постараюсь дать тебе представление о том, что ты называешь моей системой. Я же сам предпочитаю называть это способом смотреть на вещи. Итак, все, что охватывает наш взгляд, весь окоем, развертывающийся у горных подножий наконец, все воспринимаемое нами чувствами природу, можно разделить на мертвую и органическую. Органическая материя отличается от мертвой наличием органов, а в остальном она создана из тех же самых элементов. Так, например, мы могли бы найти в этой скале, на которой ты сидишь, или в этом травяном покрове те же элементы, из которых состоишь и ты, синьориты. В самом деле, у тебя в костях и извести, в теле кремнезиум, в желчь щелочь, в крови железо, в слезах соль. Слои жира в твоем теле это просто сочетание горючих веществ с определенными элементами воздуха. Наконец, синьорита, если бы тебя поместить в химическую печь, ты могла бы превратиться в стеклянный флакон, а если бы прибавить немного металлической извести, из тебя, синьорита, получился бы очень хороший объектив для телескопов. Ты открываешь передо мной, герцог, захватывающую перспективу, сказала Ревекка. Будь добр, продолжай. Веласкис подумал, что помимо воли сказал прекрасной еврейке какую-то любезность. Он изысканно приподнял шляпу и продолжал. Мы наблюдаем в элементах мертвой материи самопроизвольное тяготение, если не к органическим формам, то по крайней мере к сочетаниям. Эти элементы соединяются, разделяются, чтобы снова соединиться с другими. Обнаруживают склонность к определенным формам. Можно подумать, что они созданы для органической жизни, однако сами по себе без оплодотворяющей искры не способны перейти в такого рода сочетания, конечным следствием которых является жизнь. Так же, как магнетический флюид, мы жизнь обнаруживаем только в ее проявлениях. Первое такое проявление приостановка в органических телах внутренней ферментации, которую мы называем разложением. Оно начинается в этих телах, как только их покидает жизнь. Жизнь может долго таиться в жидкости, как, например, в яйце, или же в твердой материи, ну, хоть в зерне, чтобы потом при благоприятных обстоятельствах развиться. Жизнь находится во всех частях тела, даже в жидкостях, даже в крови, которая портится, будучи выпущенной из наших жил. Жизнь есть в стенках желудка. Она предохраняет его от действия желудочного сока, растворяющего мертвые тела, которые попали внутрь. Жизнь сохраняется некоторое время в членах, отделенных от остального тела. Наконец, жизнь проявляется в способности размножения. Мы называем это тайное зачатие, которое для нас так же непонятно, как почти все в природе. Органические вещества бывают двух родов. Первый при сгорании выделяет твердые щелочи, второй богат летучими щелочами. К первому относятся растения, ко второму животные. Существуют животные, которые по устройству своего организма стоят гораздо ниже иных растений. Таковы амебы, плавающие в море, или пузырчатые глисты, поражающие овечий мозг. Существуют другие, гораздо более высокоразвитые организмы, в которых, однако, невозможно распознать то, что мы называем волей. Так, когда коралл раскрывает свою полость для поглощения маленьких живых существ, которыми он питается, можно считать это движение следствием его строения, как мы наблюдаем на цветах, закрывающихся на ночь, а днем повертывающихся к солнцу. Волю полипа, вытягивающего присоски, можно сравнить с волей новорожденного ребенка, желающего, но еще немыслящего, ибо у ребенка воля опережает мысль и является непосредственным следствием потребности или страдания. В самом деле, какой-нибудь придавленный член нашего тела хочет непременно распрямиться и принуждает нас исполнить его волю. Желудок часто противится пище, которую ему предписывают, слюнные железы набухают при виде желанной пищи, а небо начинает щекотать, так что разум часто лишь с трудом подавляет его. Если мы представим себе человека, который долго не ел, не пил, лежал, скрючившись и не знал женщин, то увидели бы, что разные части его тела заставляют его испытывать одновременно разные желания. Мы обнаруживаем болю, возникающую непосредственно из потребностей в зрелом полипе, в новорожденном ребенке, это элементарная частица высшей воли, развивающаяся позже по мере усовершенствования организма. В новорожденном боли опережает мысль, но очень немного. У мысли же есть свои первичные элементы, с которыми вам надо познакомиться. В этом месте рассуждений Веласкеса остановили. Ревекка сказала ему, с каким удовольствием она его слушала, и продолжение лекции, которая меня тоже очень увлекла, отложили на завтра. День тридцать девятый. На восходе мы двинулись дальше. Вечный жид скоро присоединился к нам и приступил к продолжению своего рассказа. Продолжение истории вечного жида. Пока я всей душой предавался мечтам о прекрасной саре, Германус, для которого мои намерения не представляли большого интереса, несколько дней слушал поучения одного учителя по имени Иошуа, прославившегося впоследствии под именем Иисуса, так как Иисус по-гречески то же самое, что Иошуа по-еврейски, в чем вы можете убедиться по переводу семидесяти. Германус хотел даже отправиться вслед за своим учителем в Галилею, но мысль о том, что он может быть полезен мне, удержала его в Иерусалиме. Однажды вечером Сара сняла свое покрывало и хотела развесить его на ветвях бальзаминового дерева, но ветер подхватил легкую ткань и, развивая ее, унес на середину кедрона. Я кинулся в речные волны, поймал покрывало и повесил его на кустику подножия садовой ограды. Сара сняла с шеи золотую цепочку и кинула мне. Я поцеловал эту цепочку и потом вплавь переправился на другой берег реки. Плеск воды разбудил старого цедыкию. Он захотел узнать, что случилось. Сара стала ему рассказывать, старик сделал несколько шагов вперед, думая, что стоит близ Балюстрады, а между тем он взошел на скалу, где не было никаких перил. Их заменял здесь густой кустарник. Старик поскользнулся, кусты раздвинулись, и он упал в реку. Я бросился вслед за ним, схватил его и вытащил на берег. Все это было дело мгновения. Садыкея пришел в себя и, видя, что находится в моих объятиях, понял, что обязан мне жизнью. Он спросил меня, кто я. Еврей из Александрии, ответил я. Меня зовут Антипой. Я лишился отца и матери и, не зная, что мне делать, пришел искать счастье в Иерусалим. Я заменю тебя, отца, сказал Цадыкея. Отныне ты будешь жить в моем доме. Я согласился, совсем забыв о товарище, который на меня не обиделся и остался один у сапожника. Так вошел я в дом самого заклятого своего врага и с каждым днем снизкивал все большее уважение у человека, который убил бы меня, если бы узнал, что большая часть его имущества по праву наследства принадлежит мне. Сара со своей стороны выказывала мне день от дня большей склонности. Обмен денег совершался тогда в Иерусалиме так же, как до сих пор совершается на всем Востоке. Если вы будете в Каире или Багдаде, вы увидите у дверей мечети людей, сидящих на земле и держащих на коленях маленькие столики с углублением в углу, куда сцепают отсчитанные монеты. Возле них стоят мешки с золотыми и серебряными монетами. Менялые эти называются теперь сарафами, а ваши евангелисты звали их трапезитами по форме столиков, о которых я говорил. Почти все иерусалимские минялы работали на цедыкию, а он договаривался с римскими правителями и таможенниками, поднимая или понижая курс денег, смотря по тому, что ему было выгодней. Скоро я понял, что наилучший способ угодить дяде в совершенстве овладеть денежными операциями и тщательно следить за повышением и понижением курса. Это мне удалось с таким успехом, что через два месяца не решались проводить ни одной операции, не узнав заранее моего мнения. Около этого времени прошел слух, будто Тиверий собирается издать указ о полцеместной переплавке всех денег. Серебро изымалось изобращение «Говорили, что серебряные монеты решено перелить в слитки и отправить в Цесареву казну. Не я пустил эти слухи, но я решил, что ничто не мешает мне сеять их. Можете себе представить, какое впечатление произвели они на всех иерусалимских меняу. Сам Цедекия не знал, что об этом думать и какое принять решение. Я уже сказал, что на востоке менялы сидят у дверей мечетей. В Иерусалиме у нас были конторы в самом храме, который отличался такими размерами, что сделки, заключаемые нами в одном углу, нисколько не мешали богослужению. Но вот уже несколько дней как всех охватил такой страх, что ни один меняла не показывался. Цедекия не спрашивал моего мнения, но как будто хотел угадать его по глазам. Наконец, придя к выводу, что серебряные деньги уже достаточно обесценены, я изложил старику свой план. Он выслушал меня внимательно, долго казался погруженным в размышления и расчеты, наконец, сказал милый Антипа, у меня в подвале два миллиона сестерциев золотом. Коли твой план удастся, можешь просить руки Сары. Надежда обладать прекрасной Сарой золотом, всегда притягательным для еврея, привела меня в восторг, который не помешал мне, однако, сейчас же выбежать на улицу с тем, чтобы окончательно обесценить серебряную монету. Германус изо всех сил помогал мне. Я подкупил несколько купцов, которые, по моему наущению, отказывались продавать товар за серебро. В короткий срок дела зашли так далеко, что жители Иерусалима стали относиться к серебряным монетам с ненавистью. Убедившись, что чувство это достаточно окрепло, мы приступили к исполнению задуманного. В условленный день я велел принести в храм все золото в закрытых медных сосудах и одновременно объявил, что Цедекия должен произвести выплаты больших сумм в серебре. Поэтому он решил закупить 200 тысяч состерциев серебром и за 25 унций серебра дает унцию золота. Мы наживали при этой операции 100 на 100. Тотчас со всех сторон стал напирать народ и скоро я выменял половину золота. Наши слуги поминутно уносили серебро так, что все думали, что я выменял до сих пор всего каких-нибудь 25-30 тысяч состерцев. Все шло как по маслу и я без сомнения удвоил бы состояние цедыкии, если бы один фарисей не пришел и не сказал нам. Дойдя до этого места своего повествования, вечный жид повернулся к уседе со словами «Каббалист, более могущественный, чем ты, вызывает меня в другое место». «Видно», возразил каббалист, «Ты не хочешь рассказывать нам о побоище, которое произошло в храме и о полученных тобой затрещинах?» «Меня призывает старец с горы Ливана», сказал вечный жид и скрылся из глаз. Признаюсь, это не очень меня огорчило, и я не жаждал его возвращения, так как подозревал, что этот человек-обманщик, прекрасно знающий историю и под видом повествования о своих собственных приключениях рассказывает нам вещи, которых мы не должны слушать. Между тем мы приехали на место ночлега, и Ревекка стала просить герцога, чтобы он продолжал излагать свою систему. Веласкес минуту подумал и начал так. «Вчера я старался объяснить вам элементарное проявление воли и сказал, что воля проявляется раньше мысли. Дальше мы должны были перейти к простейшим проявлениям мысли. Один из глубочайших философов древности указал нам правильный путь, по которому надо следовать в метафизических исследованиях, и те, которые полагают, будто что-то прибавили к его открытиям, по-моему, не подвинулись ни на шаг вперед. Еще задолго до Аристотеля слово понятие, идея, означало у греков образ, и отсюда пошло название кумир, идол. Аристотель, тщательно изучив свои понятия, признал, что все они действительно исходят из образов, то есть от впечатлений, произведенных на наши чувства. Вот причина, по которой даже самый творческий гений не в состоянии выдумать ничего нового. Творцы мифологии соединили голову и грудь мужчины с туловищем коня, тела женщины с хвостом рыбы, отняли у циклопов один глаз, прибавили бриарею руки, но нового ничего не выдумали, поскольку это не во власти человека. От Аристотеля идет общераспространенное убеждение, что в мысли может быть только то, что прошло через чувства. Однако в наши времена появились философы, которые считают себя гораздо более глубокими и говорят, мы признаем, что ум не мог бы выработать в себе способности без помощи чувств. Но после того, как способности эти уже начали развиваться, ум стал постигать вещи, которые никогда не воспринимались чувствами, например, пространство, вечность или математические теоремы. Откровенно говоря, я не одобряю эту новую теорию. По-моему, абстракция это всего-навсего вычитание. Если хочешь получить абстрактное понятие, произведи вычитание. Если я мысленно удалю из своей комнаты все, что там находится, включая воздух, в ней останется чистое пространство. Если от какого-то периода времени отнять начало и конец, получится понятие вечности. Если у мыслящего существа отниму тело, получу понятие ангела. Если от линии мысленно отниму ширину, имею в виду только длину и ограничиваемые ими поверхности, получаю определение эвклиды. Если отнять у человека один глаз и прибавить рост, это будет циклоп. Но все эти образы получены посредством чувств. Если мудрецы нового времени укажут мне хоть одну абстракцию, которую я не мог бы свести к вычитанию, я сейчас же Слова идея понятия образ относятся не только к тому, что действует на наше зрение. Звук воздействуя на наше ухо дает нам понятие относящиеся к слуху. Зубы чувствуют оскомину от лимона и таким путем мы получаем понятие кислый. Заметьте, однако, что чувства наши способны воспринимать впечатление даже если предмет находится за пределами и в достигаемости. Стоит нам подумать о лимоне, как наш рот наполняется слюной и зубы чувствуют осколение. Оглушительная музыка звучит у нас в ушах, хотя оркестр давно уже перестал играть. При теперешнем уровне развития физиологии мы еще не умеем объяснять сон и сновидения, однако, полагаем, что наши органы, вследствие движения, независимых от нашей воли, находятся во время сна в том самом состоянии, в каком находились при восприятии данного чувственного впечатления, или, другими словами, во время получения идеи. Отсюда также следует, что, прежде чем наши знания в области физиологических наук обогатятся, мы можем теоретически считать понятия впечатлениями, произведенными на наш мозг, впечатлениями, которые органы могут получить сознательно или невольно, также и в отсутствие предмета. Обратите внимание, что, думая о предмете, находящемся за пределами достигаемости наших чувств, мы получаем впечатление менее яркое. Однако в лихорадочном состоянии оно может быть так же сильно, как при непосредственном восприятии органами чувств. От этой цепи определений и выводов, трудноватых для немедленного усвоения, перейдем к наблюдениям, способным пролить новый свет на эту проблему. Животные по строению своего организма приближаются к человеку и обнаруживают большие или меньшие умственные способности. Обладают, насколько я знаю все, органом, называемым мозгом. Наоборот, у животных, близких к растениям, этого органа нет. Растения живут, а некоторые из них даже двигаются, а среди морских животных есть такие, которые, подобно растениям, не могут передвигаться с места на место. Я видел также морских животных, которые непрерывно и однообразно шевелятся наподобие наших легких, словно совершенно лишены воли. Животные, более высокоорганизованные, имеют волю и способность понимания, но только человек обладает силой абстрагирования. Однако не все люди наделены этой силой. Заболевание желез лишает этой силы страдающих расстройством воли горцев. С другой стороны, отсутствие одного или двух органов чувств чрезвычайно затрудняет абстрагирование. Глухонемые из-за отсутствия речи подобных животным с трудом улавливают отвлеченные понятия, но когда им показывают пять или десять пальцев, они понимают, что речь идет вовсе не о пальцах, а о числах. Видя молящихся их поклоны, и они приобретают понятие о божестве. У слепых в этом отношении меньше трудностей. Им можно при помощи речи, могучего орудия человеческого ума, сообщать отвлеченные понятия в готовом виде, а невозможность рассеяния обеспечивает слепым исключительную способность воображения. Если, однако, вы представите себе совершенно глухого и слепого от рождения, то можете быть уверены, что он будет не в состоянии усвоить никаких отвлеченных понятий. Единственными понятиями, которые он получит, будут те, до которых он дойдет при помощи обоняния, вкуса или осязания. Такой человек сможет даже думать о подобного рода понятиях. Если пользование чем-нибудь нанесло ему вред, в другой раз он от этого воздержится, потому что у него есть память. Но я не думаю, чтобы можно было каким бы то ни было способом привить ему отвлеченные понятия зла. У него будет отсутствовать совесть, и он никогда не заслужит ни награды, ни наказания. Совершил он убийство, правосудие не имело бы основания покарать его. Вот две души, две частицы божественного дыхания, но до чего же не похожие друг на друга, а вся разница зависит от двух чувств. Гораздо меньшая разница, хотя все еще очень значительная между эскимосом или гатентотом и человеком с развитым умом. В чем причина этой разницы? Она заключается не в отсутствии того или иного чувства или чувств, а в разном количестве понятий и комбинаций. У человека, который обозрел всю землю глазами путешественника, познакомился с важнейшими событиями истории, в голове множество образов, которых, конечно, нет у сельского жителя. Если же он комбинирует свои понятия, сопоставляет и сравнивает их, мы говорим, что он обладает знанием и разумом. Дон Ньютон имел обыкновение непрестанно сопоставлять понятия. Из множества понятий, которые он сочетал, среди прочих комбинаций возникло понятие падающего яблока и луны, прикрепленной своей орбитой в земле. Из этого я сделал вывод, чем больше у человека представлений и чем больше у него способностей их комбинировать, тем он умнее. Или, если можно так выразиться, разум прямо пропорционален количеству представлений и умению их сочетать. Прошу вас еще на минуту сосредоточить внимание. Животные с низкой организацией не имеют, конечно, ни воли, ни понятий. Движения их, как движения немозы, непроизвольны. Однако можно допустить, что когда пресноводный полип вытягивает щупальца, пожирает червей и глотает только тех, которые ему больше по вкусу, то он приобретает понятие о плохом, хорошем и лучшем. Но если он имеет возможность отбрасывать плохих червей, то мы должны допустить, что воля у него налицо. Первым проявлением воли была потребность, заставившая его вытянуть восемь щупальцев, а проглоченные живые существа дали ему два или три понятия. Отбросить одно существо, проглотить другое дело свободного выбора, основанного на одном или нескольких понятиях. Применяя то же самое рассуждение к ребенку, обнаруживаем, что первое его побуждение возникает непосредственно из потребности. Именно оно заставляет его приникнуть губами к материнской груди, а когда ребенок насытится, у него возникает понятие. Потом чувства его воспринимают новое впечатление, и таким путем он приобретает второе понятие, затем третье и так далее. Как мы видим, понятия можно считать так же, как и комбинировать, и следовательно, к ним можно применять, если не комбинаторное исчисление, то во всяком случае принципы этого исчисления. Я называю комбинацией любое сочетание, независимо от расположения составных частей. Например, А, Б, та же самая комбинация, что Б, А, ведь две буквы можно переставить только одним способом. Три буквы, взятые по две, можно расставить или скомбинировать тремя способами. Четвертый будет, если мы поставим все три рядом. Четыре буквы, взятые по две дают шесть комбинаций, взятые по три четыре комбинации, взятые вместе одну комбинацию, а всего одиннадцать комбинаций. Далее, пять букв дают в общем двадцать шесть комбинаций, шесть пятьдесят семь, семь дают в общем сто двадцать комбинаций, восемь двести сорок семь, девять пятьсот две комбинации, десять одну тысячу тринадцать комбинаций, одиннадцать две тысячи тридцать шесть комбинаций. Мы видим таким образом, что каждое новое понятие удваивает число комбинаций и что количество комбинаций из пяти понятий так относится к количеству комбинаций из десяти понятий, как двадцать шесть к одной тысяче тринадцати или как один к тридцати девяти. Я вовсе не собираюсь вычислять умственные способности при помощи этого математического расчета. Я хотел только показать общие принципы всего поддающегося комбинированию. Мы сказали, что разница в умственных способностях прямо пропорциональна числу понятий и легкости их комбинирования. Поэтому мы можем представить себе шкалу различных уровней умственного развития. Предположим, на верхней ступеньке стоит Дон Исаак Ньютон, умственные способности которого выражаются в цифре сто миллионов, а на низшей альпийский крестьянин, умственные способности которого составляют сто тысяч. Между двумя этими цифрами мы можем уместить бесконечное количество средних пропорциональных, обозначающих умственные способности выше, чем у поселянина и ниже, чем у гения Дона Ньютона. На этой шкале находится также мой разум и ваш, сеньорида. Свойствами умов, находящихся наверху, являются прибавление новых углубление части их и обладение искусством их комбинирования. Точно также можно представить себе нисходящую шкалу, начинающуюся с поселянина, разум которого определяется в сто тысяч понятий, затем она опускается до умов с числом понятий шестнадцать, одиннадцать, пять, и кончается существами, обладающими четырьмя понятиями и одиннадцатью комбинациями, и еще дальше тремя понятиями и четырьмя комбинациями. Действия, располагающие четырьмя понятиями и одиннадцатью комбинациями, не умеют еще абстрагировать мысль, однако между этими цифрами и сотней тысяч находится ум, состоящий из некоторого количества понятий с такими комбинациями, вследствие которых будут понятия отвлеченные. До столь высокого уровня никогда не поднимаются ни животные, ни глухие, слепые дети, последние из-за отсутствия впечатлений, а животные из-за отсутствия способности комбинирования. Простейшим отвлеченным понятием является понятие числа. Оно основано на отделении от предметов их числовых свойств. Пока ребенок не приобрел этого простейшего отвлеченного понятия, он не может абстрагировать, а может только отличать с помощью анализа свойства, что, впрочем, тоже является в некотором смысле абстрагированием. До первого простейшего отвлеченного понятия ребенок доходит постепенно, а следующее вырабатывает по мере приобретения новых понятий и овладения умением их комбинировать. Таким образом, школа умственных уровней от самого низкого до высочайшего состоит из ступеней качественно дождественных. Каждая последующая ступень образуется возросшим числом понятий, превозрастающим согласно правилам числе комбинаций. Всегда и всюду фигурируют одни и те же элементы. Отсюда следует, что умственные способности существ, принадлежащих к разным родам, можно считать качественно дождественными. Совершенно так же, как самое сложное вычисление, есть не что иное, как цепь сложений и вычитаний, то есть действий качественно дождественных. Точно так же, каждая математическая задача, если не имеет пробелов, является по существу цепью абстракций, начиная с самых простых и кончая самыми сложными и трудными. Гласкес прибавил еще несколько таких же сравнений, которые Ревекка слушала с явным удовольствием, так что оба разошлись очень довольны друг другу. День сороковой. Я рано проснулся и вышел из шатра подышать свежим утренним воздухом. С этой же целью вышли Веласкес и Ревекка. Мы направились к дороге, чтобы посмотреть, не проезжают ли по ней какие-нибудь путники. Дойдя до ущелья, извивающегося между двумя скалами, решили посидеть. Вскоре мы увидели караван. Он приближался к ущелью и растянулся на пятьдесят футов под скалами, на которых мы находились. Чем ближе подходил он к нам, тем больше пробуждал в нас любопытство. Впереди шли четыре индейца. Вся их одежда состояла из длинных рубах, обшитых кружевом. На головах у них были соломенные шляпы с пучками перьев. Все четверо вооружены длинными пищалями. За ними двигалось стадо вегоний. На каждой из них сидело по обезьяне. Далее следовал отряд хорошо вооруженных негров, потом двое мужчин преклонного возраста на великолепных андалузских скакунах. Оба старика закутаны в плащи голубого бархата с вышитыми крестами ордена Калатравы. За ними восемь малукских островитян несли китайский полонкин, в котором сидела молодая женщина в пышном испанском наряде. У дверцы полонкина горцевал молодой человек на горячем коне. Затем мы увидели молодую особу, лежащую без чувств в носилках. Возле нее ехал на муле священник, кропяя ей лицо святой водой и, кажется, творя экзорцизмы. Замыкало шествие длинные вереницы людей в тех оттенках кожи, начиная от черно-эбенового до оливкового. Только белых среди них не было. Пока караван проходил мимо нас, мы не догадались спросить, кто эти люди. Но как только прошел последний из них, Ревекка сказала, хорошо бы узнать, кто они такие. Как только она произнесла эти слова, я увидел одного отставшего. Смело сойдя со скалы, я побежал за этим капушей. Он упал передо мной на колени и весь дрожа от страха промолвил, сеньор-грабитель, сжалься, пощади дворянина, который хоть и родился среди золотых россыпей, но не имеют ни гроша за душой. На это я ему ответил, что я не грабитель и хочу только узнать, кто эти только что проехавшие знатные особы. Если дело только в этом, сказал американец, вставая, я охотно удовлетворю твое любопытство. Взберемся вон на ту высокую скалу. С нее нам будет удобнее охватить взглядом весь караван. Впереди процессии, сеньор, ты видишь людей в странной одежде. Это горцы из Куско и Кито, охраняющие этих прекрасных вегоний, которые мой господин собирается подарить светлейшему королю Испании и Индии. Негры, рабы моего господина, или вернее были его рабами, но испанская земля не терпит рабство, так же, как ереси, и с той минуты, как эти черные вступили на священную землю, они такие же свободные, как мы с тобой. Пожилой сеньор, которого ты видишь справа, это граф Депенье Велес, племянник славного вице-короля и грант первого класса. А другой старик, маркиз Торрес Ровельес, сын маркиза Торреса и муж единственной наследницы рода Ровельесов. Оба сеньора жили вместе в неомрачаемой дружбе, которую укрепили еще более посредством брака молодого Пенья Велеса с единственной дочерью маркиза Торреса Ровельеса. Видишь вон ту прелестную пару? Юноша сидит на великолепном коне, а невеста в полонкине, который король Борнео несколько лет тому назад подарил покойному вице-королю Тепенье Велес. А вот насчет той девушки в носилках, над которой священник творит экзорцизмы, я знаю не больше, чем ты. Вчера утром я из любопытства подошел к какой-то виселице, стоящей тут же при дороге. Там я нашел эту девушку. Она лежала между двумя висельниками. Я позвал остальных товарищей, чтобы показать им эту странность. Граф мой, господин, видя, что молодая девушка еще дышит, велел перенести ее к месту нашего ночлега, решил даже задержаться там еще на день, чтобы можно было лучше присматривать за больной. В самом деле незнакомка заслуживает этих забот. Она необычайно красива. Нынче решили сположить ее в носилки, но бедняжка с каждой минутой слабеет и теряет сознание. дворянин, который идет за носилками, дон Альваро Масса Гордо, главный повар, а вернее управитель двора графа. Рядом шагают пирожник Лемаде и кондитер Лечо. «Спасибо, сеньор», сказал я, «ты сообщаешь мне гораздо больше, чем я хотел знать». «Наконец», прибавил он, «тот, кто замыкает процессию и имеет честь говорить с тобой, Гонсальво де Иерусангре, перуанский дворянин из рода Писаро и Альмагро и наследник их доблести». Я поблагодарил знатного перуанца и, возвратившись к своим спутникам, передал им полученные сведения. Мы вернулись в табор и рассказали цыганскому вожаку, что встретили маленького Лунсетто и дочь той прекрасной Эльвиры, которую он когда-то заменил при вице-короле. Цыган ответил, что ему было известно о их давнишнем желании оставить Америку. В прошлом месяце они высадились в Кадисе, уехали оттуда на прошлой неделе и провели две ночи на берегу Гвадалквивира, неподалеку от виселицы братьев Зото, где нашли молодую девушку, лежащую между двумя висельниками. Потом он прибавил «По-моему, эта девушка не имеет никакого отношения к гумилесам. Во всяком случае, я ее совсем не знаю». «Как же так?» воскликнул я с удивлением. «Эта девушка не орудие гумилесов, а найдено под виселицей? значит, наваждение адских духов и вправду происходит? Как знать? Может быть, ты и прав, заметил цыган». «Обязательно надо было бы, сказала Ревекка, задержать на несколько дней этих путников». «Я уже об этом думал», ответил цыган, «и велю этой же ночью угнать у них половину вегоний». День сорок первый. Такой способ задерживать путников показался мне немного странным, и я даже хотел представить вожаку свои соображения. Но цыган на восходе солнца велел сняться табором, и по голосу, каким он отдавал распоряжение, я понял, что советы мои не возымели бы действия. На этот раз мы продвинулись всего на несколько стадий до места, где, по-видимому, когда-то произошло землетрясение, так как мы увидели огромную скалу, расколотую надвое. Пообедав, мы разошлись по своим шатрам. Вечером, услышав в шатре цыганского вожака странный шум, я направился туда. Я застал там двух американцев и потомка Писарро, надменно и настойчиво требовавшего, чтобы ему вернули вегонии. Цыган слушал его терпеливо, и это смирение привело к тому, что сеньор де Иер Сангре, осмелев, стал кричать еще громче, не скупясь на такие эпитеты, как «негодяй», «вор», «разбойник» и тому подобное. Тогда цыган пронзительно свистнул и шатер стал наполняться вооруженными цыганами. По мере того, как их становилось больше, сеньор де Иерусангре все более понижал тон и в конце концов стал так дрожать, что еле можно было разобрать, что он говорит. Видя, что он успокоился, вожак дружески протянул ему руку и сказал, «Прости, храбрый перуанец, обстоятельства говорят против меня, и мне понятен твой справедливый гнев, но пойди, пожалуйста, к маркизу Торресу Ровельесу и спроси его, не помнит ли он некую сеньору Даланосу, племянник которой из учтивости решил стать вице-королевой Мексики вместо сеньориты Ровельес. Если он об этом не забыл, попроси его оказать нам честь своим посещениям». Дон Гонсальво де Иерусангре в восторге от того, что история, начавшая его очень тревожить, так счастливо окончилась, обещал передавать все дословно. Когда он ушел, цыган сказал мне, «В прежнее время маркиз Торрес Ровельес очень любил читать романы. Надо принять его в таком месте, которое ему понравится». Мы вошли в расселину скалы, затененную с обеих сторон густыми зарослями, и меня вдруг поразил открывший со мной вид, совсем не похожий на то, что я видел до сих пор. Острые скалы, между которыми расстелались живописные лужайки с искусно, но без симметрии рассаженными купами светущих кустарников окружали озеро с темно-зеленой прозрачной до самого дна водой. Там, где скалы подступали к воде, с одной лужайки на другую вели выбитые в камни узкие дорожки. Тут и там вода входила в гроты, подобные тем, что украшали остров Калипсо. Это были очаровательные уголки, куда никогда не проникал зной, а зеркальная поверхность водка зала сманила путника освежиться. Глубокая тишина говорила о том, что ни один человек искренне не добирался до этих мест. Вот, сказал цыган, область моего маленького королевства, где я провел несколько лет своей жизни, если не самых счастливых, то, во всяком случае, наименее бурных. Но сейчас, наверное, появятся оба американца, посмотрим, нет ли где укромного уголка, чтобы их подождать. Тут мы вошли в один из самых прелестных гротов, где к нам присоединились Ревекка, ее брат и Веласкис. Вскоре мы увидели приближающихся стариков. Может ли быть, сказал один из них, чтобы через столько лет я снова встретил человека, оказавшего мне в молодости такую важную услугу. Я часто осведомлялся о тебе, даже подавал тебе весть о себе самом, когда ты находился еще при кавалерии то лету. Но после, ну да-да, перебил старый цыган, после стало труднее меня найти, но теперь, когда мы опять вместе, я надеюсь, сеньор, что ты сделаешь мне честь, проведя несколько дней в этой местности. Думаю, что после всех тягостей такого трудного путешествия не лишнее будет отдохнуть. Местность правда волшебная, сказал маркиз. По крайней мере, считается такой, ответил цыган. При владычестве арабов это место называли Ифритхамам, то есть дьявольская баня. А теперь она носит название Лафрита. Жители Сьерраморены боятся приходить сюда и по вечерам рассказывают друг другу о необыкновенных делах, которые здесь творятся. Не в моих интересах выводить их из заблуждения, и поэтому я просил бы, чтобы большая часть вашей свиты осталась в долине, там, где я раскинул свой собственный табор. Любезный друг, возразил маркиз, позволь мне только освободить от этого обязательства мою дочь и будущего зятя. Вместо ответа старый цыган склонился в глубоком поклоне, а потом велел своим людям привезти семью и нескольких слуг маркиза. Пока он водил гостей по долине Веласкис, поднял камень, внимательно рассмотрел его и промолвил, несомненно, такой камень можно расплавить в любой из наших стекловаренных печей на обыкновенном огне, не добавляя никаких примесей. Мы находимся в кратере погасшего вулкана. Он имеет форму опрокинутого конуса. Если бы мы знали длину стены, можно было бы вычислить его глубину и подсчитать, какая понадобилась сила, чтобы его выдолбить. Над этим стоит подумать. Веласкис минуту помолчал, вынул таблички и начал что-то на них писать, потом прибавил, у моего отца было очень верное представление о вулканах. Он считал, что взрывная сила, возникающая в кратере вулкана, далеко превосходит те силы, которые мы приписываем водяному пару или ружейному пороху. И делал отсюда вывод, что люди когда-нибудь придут к познанию таких жидкостей, действия которых объяснит им большую часть явлений природы. «Значит, ты думаешь, герцог, спросил Ревекко, что это озеро вулканического происхождения? Конечно», ответил Веласкис. «Порода камня и форма озера ясно это доказывают. Судя покажущимся размером предметов, которые я вижу на том берегу, диаметр озера составляет около трехсот сажений, а так как угол наклона стенки конуса составляет около семидесяти градусов, можно предположить, что очаг находился на глубине четырехсот тридцати одной сажений. Это значит, что вулкан выбросил девять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят пять квадратных сажений грунта. А как я уже говорил до сих пор, известные нам силы природы, соединенные в каком угодно количестве, были бы не в состоянии совершить ничего подобного. Ревекко хотела что-то заметить по этому поводу, но тут вошел маркиз со своей семьей. А так как этот разговор не мог быть для всех интересен, старый цыган, желая положить конец математическим выкладкам Веласкеса, сказал своему гостю, «Когда я знал тебя, сеньор, душа твоя была полна нежных чувств, и ты был хорош как бог любви. Союз с Эльвирой сулил тебе непрерывную цепь наслаждений, ты срывал розы на дороге бытия, не касаясь терней. Не совсем так, возразил маркиз. Действительно нежные чувства играли, быть может, слишком большую роль в моей жизни, но так как я не пренебрегал ни одной обязанностью порядочного человека, то могу смело признаться в этой слабости. Сядем в этом месте, столь подходящем для романтических повествований, и я, если угодно, познакомлю вас с историей моей жизни». Общество с восторгом приняло предложение маркиза, который начал так. История маркиза Торы Саровой Леса «Когда тебя отдали в коллегию театинцев, мы жили, как ты знаешь, недалеко от твоей тетки Долоносы. Моя мать часто ходила навещать Эльвиру, но меня с собой не брала. Эльвира поступила в монастырь, делая вид, что хочет постричься, и ей нельзя было принимать молодого человека. Таким образом, мы стали жертвами всех скорбей, связанных с разлукой, которую мы по мере возможности услаждали частой перепиской. Обычно письма носила моя мать, хотя и не без возражений. Она утверждала, что получить разрешение на брак из Рима не так-то легко, и что, собственно, только получив его, мы имели бы право переписываться. Но, несмотря на угрызение совести, продолжала носить мои письма и приносить на них ответы. Что же касается Эльвириного имущества, то никто не смел его трогать, так как после ее пострига оно должно было перейти к побочной линии рода Равеллисов. Тетка твоя рассказала моей матери о своем дяде Теотинце, как о человеке опытном, рассудительном, который может помочь советам в деле получения разрешения. Мать сердечно поблагодарила твою тетку и написала отцу Сантосу, который нашел, что дело это очень важное, и вместо ответа сам поехал в Бургас с неким советником нонциатуры. Последний прибыл под вымышленным именем, потому что все это дело хотели держать в тайне. Было решено, что Эльвира шесть месяцев будет послушницей, после чего, если окажется, что желание стать монахиней у нее прошло, она останется жить в монастыре как знатная особа с собственной свитой, то есть с женщинами, затворившимися вместе с ней. Кроме того, у нее будет вне монастырских стен отдельный дом, обставленный так, как будто она в нем на самом деле живет. Сперва там поселилась моя мать вместе с несколькими юристами, занимающимися делами опеки. Я должен был отправиться со своим учителем в Рим, а советник выехать тотчас вслед за нами. Но это не было приведено в исполнение, так как нашли, что я слишком молод, чтобы просить разрешения на брак. Я покинул Бургас только через два года. В течение этих двух лет я каждый день виделся с Эльвирой в монастырской приемной, а все остальное время занимался писанием писем, книг или чтением романов, откуда главным образом черпал мысли для своих любовных излияний. Эльвира читала те же самые дни и отвечала мне в том же духе. В общем, вся эта переписка не требовала от нас слишком большого количества собственных мыслей, но чувства наши были искренни, во всяком случае мы испытывали влечение друг к другу. Решетка, нас разделявшая, только подстрекала любовь, в крови у нас пылал огонь юности и смятение наших чувств, еще усиливала путаницу, царившую в наших головах. Наступил срок отъезда. Минута прощания была ужасна. Мы не умели, да и не хотели скрывать нашей скорби, которая воистину граничила с безумием. Особенно Эльвира была в ужасном состоянии и даже опасались за ее здоровье. Я страдал не меньше, но держался тверже, тем более, что дорожные впечатления служили мне хорошим отвлечением. Многим был я обязан и моему ментору, нисколько не напоминавшему педанта, которого извлекли из пыли школьной схоластики. Наоборот, он был когда-то военным и некоторое время провел при королевском дворе. Звали его Дон Диего Сантос. Он был близким родственником театинца Сантоса. Этот человек и проницательный, и знакомый с обычаями света, старался всеми способами направить мой ум в сторону искренней общительности, но во мне пустила уже слишком сильные корни склонность к мечтательности. Приехав в Рим, мы сейчас же отправились к мансиньору Рикарди, аудитору роты, который пользовался большим влиянием и в особенности расположением отцов и иезуитов, верховодивших тогда в Риме. Мансиньор Рикарди, человек гордого и надменного вида, с большим бриллиантовым крестом на груди, принял нас приветливо, сказав, что знает, по какому поводу мы приехали в Рим, что дело наше требует тайны и что мы не должны слишком много показываться в обществе, однако, прибавил он, вы поступите правильно, если будете почаще приходить ко мне. Мой интерес к вам заставит всех обратить на вас внимание, а равнодушие к мирским удовольствиям будет говорить о скромности, выставляя вас в выгодном свете. Я же в это время выведаю, как относится святая коллегия к вашему делу. Мы последовали совету Рикарди. С утра я осматривал римские древности, а вечера проводил в вилле Рикарди, находившейся неподалеку от дворца Барберини. Гостей принимала маркиза Подули. Это была молодая вдова, которая жила у Рикарди, не имея близких родных. Так, по крайней мере, переговорили, а правды никто не знал, так как Рикарди был родом из Генуи, а предполагаемый маркиз Подули умер, находясь на заграничной службе. Молодая вдова обладала всеми качествами, способными сделать жизнь в доме приятной. С обаятельной внешностью она соединяла приветливость ко всем, сдержанную и полное достоинство. Однако, мне казалось, что на меня она глядела более ласково, чем на других и обнаруживала ко мне благосклонность, которая все время ощущалась в мелочах, незаметных для присутствующих. Я узнавал те тайные приметы, которыми переполнены все романы и жалел сеньору Подули за то, что она тратит свой пыл на человека, который ни в коем случае не может ответить ей взаимностью. Несмотря на это, я с удовольствием беседовал с Маркизой и говорил ей о своем любимом предмете, то есть о любви, о разновидностях этого чувства, о различии между чувством и страстью, постоянством и верностью. Серьезно обсуждая эти вопросы с прекрасной итальянкой, я даже и думать не мог о том, чтобы изменить Эльвире. Письма мои в Бургес были исполнены прежнему пылу. Однажды я отправился на Виллу без своего ментора. Не застав Рикарди, я пошел в сад и в гроте, заслоненном густыми кустами жасмина и акации, я увидел Маркизу, погруженную в глубокую задумчивость, из которой ее вывел шорох моих шагов. Взволнованное удивление, выразившееся на ее лице, сказала мне, что я был единственным предметом ее размышлений. В глазах ее появился испуг, словно она искала спасения от какой-то опасности, но овладев собой, она посадила меня рядом и начала с обычного в Италии вопроса, вы гуляли нынче утром чужеземец? Я ответил, что был на Корсу и видел там много красивых женщин, среди которых лучше всех была Маркиза «Ты не знал никого красивее?» спросила она «Виноват», возразил я «Я знаю в Испании одну молодую особу, которая гораздо прекраснее». Этот ответ видимо был неприятен Маркизе. Она погрузилась в раздумья и печально опустила свои прекрасные глаза в землю. Чтобы ее развлечь, я начал обычный разговор о любовных чувствах. Тогда она подняла на меня томный взор и сказала «Ты испытывал когда-нибудь эти чувства, которые ты так хорошо описываешь?» «Ну, конечно», воскликнул я «Даже в сто раз сильнее, в сто раз нежнее и как раз к той особе о необычайной красоте, о которой я сейчас говорил». Не успел я сказать, как лицо Маркизы покрылось смертельной бледностью и она упала на землю как мертвая. Никогда до тех пор не случалось мне видеть женщин в таком состоянии, и я не знал, что мне делать. Счастью, я увидел двух служанок в другом конце сада, побежал к ним и велел подать помощь, госпоже. Выйдя из сада, я стал раздумывать об этом происшествии, больше всего удивляясь могуществу любви и тому, что довольно одной искорки упавшей на сердце, чтобы произвести в нем неописуемое опустошение. Мне было жаль Маркизу, я корил себя за то, что стал причиной ее страданий. Однако представить себе не мог, как это забыть Эльвиру, ради итальянки или другой женщины на свете. Через сутки я опять пошел на вилу, но не был принят. Сеньора Подули очень плохо себя чувствовала. На следующий день в Риме открыто говорили о ее болезни, высказывались даже опасения за ее жизнь, а меня опять мучила мысль, что я стал причиной ее несчастья. На пятый день после этого происшествия ко мне пришла молодая девушка в Монтилье, закрывавшая все ее лицо. Незнакомка сказала мне таинственно «Сеньор Форестеро, одна умирающая хочет непременно тебя видеть. Иди за мной». Я понял, что речь идет о сеньоре Подули и не посмел отказать уходящей из жизни. В конце улицы меня ждала повозка. Я сел в нее и мы приехали на виллу. Прошли черным ходом в сад, вошли в какую-то темную аллею, откуда по длинному переходу и несколькими тоже темными покоями в комнату маркизы. Сеньора Подули лежала в постели. Она подала мне белоснежную руку, взглянула на меня полными слез глазами и дрожащим голосом произнесла несколько слов, которых я даже сначала не мог расслышать. Я поглядел на нее, как ей шла эта бледность. Черты ее то и дело искажаясь внутренней болью, но на устах блуждала ангельская улыбка. Эта женщина за несколько дней перед тем такая здоровая и веселая теперь стояла уже одной ногой в могиле. Я был тот злодей, который натлонил этот цветок в самом расцвете. Мне суждено столкнуть в пропасть столько прелестей. При этой мысли сердце мое сжалось от холода, невыразимая жалость охватила меня. Я подумал, что смогу несколькими словами спасти ей жизнь, поэтому я встал перед ней на колени и прижал ее руку к своим губам. Пальцы ее были как в огне. Я решил, что у нее жар. Поднял глаза на больную и увидел, что она лежит полуголая. До самой этой минуты я никогда не видел, чтобы у женщины было открыто что-нибудь кроме лица и рук. У меня потемнело в глазах, задрожали колени, я изменил Эльвири, сам не зная, как это вышло. О, бог любви, воскликнула итальянка, ты сделал чудо. Тот, кого я люблю, возвращает мне жизнь. Из состояния полной невинности я вверх совпучину утонченных наслаждений. Счастливой надеждой восстановить здоровье маркизы, я сам не помню, что говорил, гордость от сознания всемогущества моих чувств охватила все мое существо. Одно признание набегало на другое, я отвечал неспрошенный и спрашивал, не ожидая ответа. Маркиза на глазах набиралась сил. Так, прошло четыре часа, наконец, служанка пришла сказать нам, что пора прощаться. Я направился к повозке не без труда, поневоле опираясь на плечо девушки, бросавшей на меня столь же пламенные взгляды, что и ее госпожа. Я был уверен, что добрая девушка выражает мне таким способом свою признательность за возвращенное ее хозяйке здоровье и счастливой своей удачей, обнял ее от всего сердца, и в самом деле благодарность молодой девушке, как видно, была безгранична, так как в ответ она тоже обняла меня со словами «Придет ему черед». Но как только я сел в повозку, мысль об измене Эльвири стала жестоко меня мучить Эльвиры, воскликнул я «Возлюбленная моя Эльвира, я тебя изменил, я не достоин тебя, да будет проклято мгновение, когда я поддался желанию восстановить здоровье маркизы». Так повторял я все, что обычно говорят в подобных случаях, и домой вернулся с непреклонным решением больше не возвращаться к маркизе. Когда наш гость произнес последнюю фразу, к вожаку пришли цыгане за приказаниями, и тот просил своего старого друга отложить продолжение рассказа до завтра, а сам ушел. День сорок второе. На другой день все мы собрались в той же самой пещере, и маркиз, видев, что мы с нетерпением желаем узнать, что с ним было дальше, начал так. Продолжение истории маркиза Торреса Ровереса. Я рассказал вам об угрозениях совести, мучивших меня при мысли о моей неверности Эльвире. Мне было ясно, что служанка маркиза явится на другой день, чтобы снова отвезти меня к постели своей госпожи, и я дал себе слово встретить ее как можно хуже. Но, к великому моему удивлению, ни на другой день, ни в последующие Сильвия не показывалась. Наконец, спустя неделю пришла более нарядная, чем этого требовала ее прелестная наружность. Я давно заметил, что служанка красивей, госпожа Сильвия, сказал я, уйди от меня. По твоей вине, я изменил очаровательной женщине, которую люблю. Ты меня обманула. Я думал, что иду к умирающей, а ты привела меня к женщине, охваченной жаждой наслаждений. Хоть сердце мое по-прежнему ни в чем не повинно, я не могу сказать того же о самом себе, молодой чужеземец, возразила Сильвия, успокоиться, ты не виноват. С этой стороны можешь быть совершенно спокоен, но не думай, что я хочу отвезти тебя к моей госпоже, которая спит теперь в объятиях Рикарди, в объятиях своего дяди, воскликнул я, да Рикарди и вовсе не дядя. Пойдем, я тебе все объясню, заинтересовавшись, я пошел за ней. Мы сели в коляску, приехали на виллу, вошли в сад, после чего прекрасная посланница провела меня к себе в комнату, вернее в гардеробную коморку, полную банок с помадой, гребней и прочих предметов туалета. В глубине стояла белоснежная постелька, из-под которой выглядывала пара изумительно изящных туфелек. Сильвия сняла перчатки и плато, который был у меня на груди, остановись, воскликнул я, этим самым способом соблазнила меня твоя госпожа. Моя госпожа, возразила Сильвия, прибегла к крайним средствам, без которых я пока сумею обойтись. С этими словами она открыла шкаф, достала фрукты, печенье, бутылку вина, поставила все это на стол, который придвинула к постели и сказала, извини, прекрасный испанец, что я не могу у служанок обычно нет лишней мебели, так что садись рядом со мной, и от всего сердца прошу отведай это скромное угощение. Я не мог отказаться от столь любезного приглашения, сел рядом с Сильвией, принялся за фрукты и вино, а потом попросил ее рассказать мне историю Маркизы, что та и сделала. История мансиньора Рикарди и Лауры Чарелли, именуемой Маркизой Подули. Рикарди, младший сын знаменитой генуайской семьи, при поддержке своего дяди, который был генералом иезуитов, рано постригся и вскоре стал прилатым. В то время привлекательная наружность и фиолетовые чулки производили неотразимое впечатление на всех римских женщин. Рикарди не замедлил воспользоваться этими своими преимуществами и по примеру собратьев с такой необузданностью отдался светским удовольствием, что в 30 лет потерял к ним всякий вкус и решил заняться делами более серьезными. Он, видимо, решил не отказываться совсем от женщин, а завязать более длительные и спокойные отношения. Он не знал, как приступиться к делу. Некоторое время был обожателем первых римских красавиц, но те бросали его ради более молодых прилатов. Наконец, ему надоели эти вечные ухаживания, принуждающие неустанной суете и беготне. Содержанки также не могли его удовлетворить, они не приняты в обществе, и с ними не знаешь, о чем говорить. Среди этих колебаний Рикарди принял решение, которое и до, и после него ни одному приходило в голову взять девочку и воспитать ее по своему вкусу, чтобы она потом могла сделать его счастливым. В самом деле, что можно сравнить с наслаждением каждый вечер видеть юное существо, духовное очарование которого развивается вместе с физической прелестью? Какое счастье самому вывозить ее в свет, знакомить с обществом, восхищаться ее суждениями, следить за первыми проблесками чувства, прививать ей свои взгляды, одним словом создать из нее существо безраздельно тебе преданное? Но что потом делать с этим очаровательным созданием? Многие женятся, чтобы избежать хлопот, Рикарди этого сделать не мог. Посреди этих развратных помыслов прилад наш не забывал о карьере. Один из его родственников, аудитор церковного суда, рассчитывал на кардинальскую шляпу и получил обещание, что свою прежнюю должность сможет передать племяннику. Но надо было ждать четыре, а то и пять лет, поэтому Рикарди решил, что может пока съездить в родные края и даже попутешествовать. Как-то раз, когда он бродил по улицам Генуи, к нему пристала тринадцатилетняя девочка с корзинкой апельсинов, испоразившая его грацией и стала просить, чтобы он купил несколько штук. Рикарди рукой распутника девочки и обнаружил черты, сулящие необычайную красоту. Он спросил у маленькой торговки, кто ее родители. Она ответила, что у нее только мать очень бедная, ее зовут Бастиана Чирелли. Рикарди велел девочке отвезти его к матери. Он назвал себя, сказал вдове, что у него есть дальняя родственница, очень добрая, которая воспитывает молодых девушек и выдаёт их замуж. В заключении он сказал, что постарается поместить к ней маленькую Лауру. Мать промолвила с усмешкой. Я не знакома с родственницей мансиньора, которая, наверное, почтенная дама, но я уже слышала от твоей доброте к молодым девушкам и охотно доверю тебе свою дочь. Не знаю, воспитаешь ли ты ее в добродетели, но, по крайней мере, выручишь из нужды, которая хуже всех пороков. Рикарди попросил ее сказать свои условия. Я но приму любой подарок, который ты захочешь мне дать, мансиньор. Ведь надо жить, а у меня часто не хватает сил для работы. В тот же день Рикарди отдал Лауру на воспитание одному из своих подчиненных. В тот чужие руки ее намазали миндальным кремом, волосы завели кольцами, на шею надели жемчужное ожерелье, плечи покрыли кружевами. Девочка, поглядевшись в зеркало, сама себя не узнала, но с первого же дня догадалась о своем будущем и стала приноравливаться к своему положению. Между тем у Лауры были сверстники и ровесницы, которые, не зная, что с ней стало, очень о ней беспокоились. Упорнее всех повел поиски Чекко Босконе, 14-летний мальчик, сын носильщика, не по летам сильный и до смерти влюбленный в маленькую продавщицу апельсинов, которую он часто видел то на улице, а то и у нас дома, так как приходится нам дальним родственникам. Я говорю нашим, так как моя фамилия тоже Чирелли, и я имею честь быть двоюродной сестрой моей госпожи. Тем более тревожились мы о своей родственнице, что при нас о ней не только никогда не упоминали, но и нам было запрещено произносить ее имя. Я занимался обычно шичем грубого белья, а Чако был мальчиком на посылках в порту, где в будущем ему предстояло таскать чуки. Кончив дневную работу, я приходила к нему на паперть одной церкви, и там он горько плача как-то сказал мне, мне пришла в голову замечательная весель. Последние дни все время шел дождь, и сеньора Чирелли не выходила из дома, но я уверен, что как только наступит хорошая погода, она не выдержит, и если Лаура находится в Генуе, пойдет ее проведать, а я издали побегу за ней, и так мы узнаем, где прячут Лауру. Я одобрила этот план, на другой день распогодилась, и я пошла к сеньоре Чирелли. Видела, как она вынимает из старого шкафа еще более старую мантилью, поговорила с ней немного, и побежала предупредить Чако. Мы притаились, и вскоре увидели сеньору Чирелли. Тихонько пошли за ней на другой конец города, и увидев, что она входит в какой-то дом, опять спрятались. Через некоторое время сеньора Чирелли вышла и направилась к себе. Мы входим в дом, взбегаем на лестницу, перескакивая через две ступени, открываем дверь роскошного помещения и посреди комнаты видим Лауру. Я кидаюсь ей на шею, но Чако вырывает ее из моих объятий и впивается в ее уста. В эту минуту открывается дверь в соседнюю комнату и уходит Рикарди. Я получила дюжину оплевух, а Чако столько же тумаков. Прибежали слуги, и в мгновение ока мы оказались на улице, побитые, униженные, наученные горьким опытом, что не должны интересоваться участью нашей родственники. Чако поступил юнгой на корабль мальтийских корсаров и больше я о нем не слышала, но мое желание встретиться с Лаурой не только не пропало, а наоборот. Еще больше усилилось. Я служила во многих домах, наконец попала к маркизу Рикарди, старшему брату Прилата. Там много говорили о сеньоре подули, недоумевая, где Прилат нашел такую родственницу. Долго никто в семье не мог точно узнать, наконец, чего не сумели разведать господа, дозналось любопытство слуг. Мы повели свои собственные розыски и вскоре обнаружили, что воображаемая маркиза попросту Лаура Чарелли. Маркиз приказал нам хранить тайну и отослал меня к своему брату, которого предупредил, чтобы он был еще осторожнее, если не хочет нажить крупных неприятностей. Но я не обещал тебе рассказывать о своих собственных приключениях и не буду распространяться о маркизе подули, раз ты знаешь пока только Лауру Чарелли, помещенную на воспитание к одному из подчиненных Рикарди. Она недолго оставалась там. Вскоре ее перевезли в соседние маленькие городишки, где Рикарди часто навещал ее и после каждой поездки возвращался все более довольный. Через два года Рикарди поехал в Лондон. Ехал он под чужой фамилией, выдавая себя за итальянского купца, а Лаура сопровождала его на положении жены. Он возил ее в Париж и другие большие города, где легче сохранить инкогнито. Лаура с каждым днем становилась очаровательней. Она обожала своего благодетеля и делала его счастливейшим из людей. Три года промелькнули с быстротой молнии. Дядя Рикарди должен был скоро получить кардинальскую шляпу и торопил племянника с возвращением в Рин. Рикарди отвез свою возлюбленную в поместье, которое у него было неподалеку от Гориции. На другой день по приезде он ей сказал, я должен синьора сообщить тебе новость, по-моему, довольно приятную. И теперь вдова маркиза подули, недавно умершего на императорской службе. Вот документы, подтверждающие мои слова. Подули был наш родственник, надеюсь, синьора, ты не откажешься исполнить мою просьбу, поедешь в Рим и поселишься в моем доме. Через несколько дней после этого Рикарди уехал. Новая маркиза, предоставленная своим мыслям, стала раздумывать о характере Рикарди, о своих отношениях с ним, о том, как быть дальше. Через три месяца мнимый дядя вызвал ее к себе. Он весь сиял в лучах своего нового звания. Часть этого сияния озарила Элауру, не со всех сторон стали тесниться с выражениями преданности. Рикарди объявил семье, что приютил себя вдову маркиза подули, родственника семьи Рикарди по женской линии. Маркиз Рикарди никогда не слыхал, чтобы подули был женат. Он предпринял в этом направлении розыски, о которых я тебе говорил, и послал меня к новой маркизе свести, чтобы она соблюдала величайшую осторожность. Я отправилась морем, высадилась в Чевитове, Ки, и оттуда выехала в Рим. Когда я предстала перед маркизой, она отпустила всех слуг и упала в мои объятия. Мы стали вспоминать наши детские годы, мою мать, ее мать, каштаны, которыми мы вместе с ней объедались. Не забыли и о маленьком Чайко. Я рассказала, что бедный парень завербовался на корсарский корабль и пропал без вести. Лаура от жалости залилась слезами, и я еле смогла ее успокоить. Она попросила меня не открываться прилату и оставаться при ней в роли ее горничной. В случае, если бы меня выдало мое произношение, я должна была объяснить, что я не из самой генуи, а из ее окрестностей. У Лауры был уже продуманный план действий. Две недели подряд она была весела и разговорчива, но потом стала печальной, задумчивой, капризной и ко всему равнодушной. Рикарди всеми способами старался сделать ей приятное, но не мог вернуть ей прежней веселости. Дорогая Лаура, сказала однажды, но скажи, чего тебе недостает? Сравните перешнее свое положение с тем, из которого я тебя вывел. А кто тебя просил об этом? Резко возразила Лаура. Да-да, я жалею теперь о своей прежней нужде. Что мне тут делать среди всех этих великосветских дам? Я предпочла бы открытое оскорбление и их двусмысленной учтивости. О, моя трепья, как я теперь плачу о вас. Не могу без слез подумать о черном хлебе, каштанах и о тебе, дорогой Чакко, который должен был жениться на мне, став носильщиком. С тобой я, может быть, знала бы нужду, но никогда не узнала бы печали, тоски и скуки. Знатные дамы завидовали бы моей участи. Лаура, Лаура, что ты говоришь, воскликнул Рикарди. Это голос природы, ответила Лаура, создавшая женщину для роли жены и матери, а не племянницы развратного прилата. С этими словами она вышла в соседнюю комнату и заперла за собой дверь на ключ. Рикарди растерялся. Он выдавал сеньору подули за свою племянницу и теперь дрожал при мысли, что безрассудное может открыть правду и разрушить его виды на будущее. Притом он любил негодницу, ревновал ее, словом, не знал, как ему вырваться из-за поступившего со всех сторон несчастья. На другой день Рикарди весь дрожа вошел в комнату Лауры и к своему радостному удивлению был встречен самым любезным образом. Прости меня, милый дядя, сказала она. Мой дорогой благодетель, я неблагодарная и незаслуживающая того, чтобы жить на свете. Я создание твоих рук. Ты сформировал мой ум, я обязан тебе всем. Прости, глупость шла не от сердца. Так состоялось примирение. Через несколько дней после этого Лаура сказала Рикарди, ты полновластный хозяин в доме, здесь все принадлежит тебе, а я лишь твоя невольница, тот вельможа, что нас посещает, подарил Бианке Капуччи чудесное имение в герцогстве Урубину. Вот этот человек действительно любит ее, а я уверенно попроси я у тебя маленький баронат, в котором провела три месяца, ты бы, конечно, мне отказал, а ведь он завещан тебе дядей Камбиази, и ты можешь распоряжаться им как вздумаешь. Ты хочешь меня покинуть, сказал Рикарди, если так жаждешь независимости, я хочу еще сильнее любить тебя, возродила Лаура. Рикарди не знал подарить или отказать, он любил, ревновал, боялся, как бы его власть не оказалась подорванной, как бы ему не попасть в зависимость от своей любовницы. Лаура читала в его душе и могла бы довести его до отчаяния, но Рикарди пользовался огромным влиянием в Риме и стоило ему сказать одно слово, как четверо разбиров схватили бы племянницу и отвезли ее на продолжительное покаяние в какой-нибудь монастырь. Эта опасность удерживала Лауру, но чтобы поставить на своем, она притворилась тяжело больной. Она как раз обдумывала этот план, когда ты вошел в пещеру. Как? Воскликнул я в удивление, она думала не обо мне. Нет, дитя мое, ответила Сильвия. Она думала об Аранате, который приносит две тысячи ску до годового дохода. Вдруг ей пришло в голову, как можно скорее притвориться больной и даже умирающей. Она научилась этому раньше, подражая одной актрисе, которую видела в Лондоне и захотела проверить, сумеет ли обмануть тебя. Так что, видишь, мой молодой испанец, ты попал в расставленную западню, но ни ты, ни моя госпожа не можете пожаловаться наконец к комедии. Никогда не забуду, как ты был хорош, когда, выйдя от Лауры, искал моего плеча, чтобы на него опереться. Я дала себе слово тогда, что дойдет очередь и до меня. Ну, что я могу вам еще сказать? Выслушав Сильвию, я был как помешанный, в одно мгновение утратив все свои иллюзии. Я сам не знал, что со мной. Сильвия воспользовалась моим состоянием, чтобы внести смятение в мои мысли. Это ей удалось без труда. Она даже злоупотребила своим преимуществом. В конце концов, когда она повела меня к повозке, я не знал, мучиться ли мне новыми угрызениями совести или махнуть на них рукой. Когда Маркиз дошел до этого места в своей поезде, цыган, присутствие которого требовали важные дела, попросил его отложить продолжение на завтра. День сорок третий. Собрались, как обычно, и Маркиз, видя, что все ждут в молчании, начал продолжение истории Маркиза Торреса Ровельеса. Я сказал вам, что дважды изменив Эльвири, я после первого раза испытал мучительные угрызения совести, а после второго сам не знал, упрекать ли мне себя снова или вовсе об этом не думать. Впрочем, даю вам честное слово, что все время не переставал любить свою родственницу и писал ей все такие же пламенные письма. Ментор мой, желая любой ценой вылечить меня от моей романтичности, позволял себе порой поступки, выходившие за пределы его обязанностей. Делая вид, будто ничего не знает, он подвергал меня испытаниям, которым мне не удавалось противостоять. Однако любовь моя к Эльвире оставалась всегда неизменной, и я с нетерпением ждал мгновения, когда апостольская канцелярия даст мне разрешение на брак. Наконец, в один прекрасный день Рикарди велел позвать меня и Сантоса. Вид у него был торжественный, и мы сразу поняли, что он хочет сообщить нам что-то важное. Смягчив суровость лица приветливой улыбкой, он сказал, «Дело ваше устроилось, хоть и не без великих трудностей. Мы, правда, легко выдаем разрешение для некоторых католических стран, но другое дело Испания, где вера чиста, и начало ее несмотря на это его святейшество, учитывая многочисленные благочестивые учреждения, основанные семейством Ровельис в Америке, учитывая, кроме того, что заблуждение обоих детей было следствием несчастья означенной семьи, а не плодом распутного воспитания, его святейшество, повторяю, развязал узы родства, соединявшие вас друг с другом на земле. Так же развязаны они будут и на небе. Однако, дабы не соблазнить этим примером молодежь к подобным заблуждениям, приказано вам носить на шее четкие остозерен и в течение трех лет ежедневно прочитывать по ним все молитвы. Кроме того, вы должны выстроить церковь для театинцев в Верокрусе. А теперь имею честь принести тебе, мой юный друг, так же, как и будущий маркизи пожелания всякого благополучия и счастья. Можете себе представить мою радость? Я со всех ног пустился за грамотой его святейшества и через два дня после этого мы покинули Рим. Мы мчались день и ночь наконец прибыли в Бургос. Я увидел Эльвиру, за это время еще больше похорошевшую, нам оставалось только просить двор об утверждении нашего брака. Но Эльвира была уже владелицей своего имущества и у нас не было недостатка в друзьях. Мы получили желанное утверждение, которому двор присоединил для меня титул маркиза де Торес Ровелис. После этого пошла речь об одних только платьях, нарядах, драгоценностях и тому подобных заботах, столь сладостных для молодой девушки, выходящей замуж. Однако нежная Эльвира уделяла мало внимания всем этим приготовлениям и думала только о счастье своего нареченного. Наконец подошло время свадьбы. День показался мне невыносимо долгим, так как церемония должна была состояться только вечером в часовне летнего дома, который был у нас неподалеку от Бургаса. Я долго расхаживал по саду, чтобы заглушить пожиравшее меня нетерпение. Наконец сел на скамейку и стал размышлять о моем поведении, столь недостойном того ангела, с которым я скоро должен соединиться. Перебирая в памяти свои измены, я насчитал целых двенадцать. Тут угрызения совести снова овладели душой моей и, горячо укоряя самого себя, я сказал презренный и неблагодарный, подумал ли ты о сокровище, которое тебе предначертано, о том божественном создании, которое дышит для одного тебя, любит тебя больше жизни и ни с кем другим никогда даже слова не промолвило. В разгар этого сердечного сокрушения я услыхал разговор двух горничных Эльвиры, которые сели на скамейку у противоположной стороны шпалеры. Первые же слова заставили меня насторожиться. «А что мноя рассказала одна, наша госпожа должно быть очень рада, что сможет любить по-настоящему и давать истинное доказательство любви вместо тех мелких знаков внимания, которые она так щедро раздавала своим поклонникам у решетки. Ты, наверное, говоришь, заметила другая, о том учителе игры на гитаре, который целовал ею краткую руку, делая вид, будто учит перебирать пальцами струны. Ничуть не бывало, ответила первая. Я говорю о дюже нелюбовных интрижек, правда, невинных, но которыми наша госпожа развлекалась и по-своему к ним пристрастилась. Сперва этот маленький бакалавр, который учил ее географию, этот влюбился как сумасшедший, а она подарила ему прядь волос, и на другой день я не знала, как ее причесать. Потом этот болтливый управляющий, который докладывал о состоянии ее владения и сообщал о доходах. У этого был свой подход. Он осыпал нашу госпожу комплиментами и кружил ей голову лестью, а она отдала ему за это свой портрет, сто раз протягивала сквозь решетку руку для поцелуя, а сколько цветов до букетов они друг другу послали? Не припомню сейчас дальнейшего их разговора, но могу вас уверить, что поклонников набралась полная дюжина. Я был потрясен. Конечно, Эльвира оказывала своим ухаживателям благосклонность по существу невинную, это были скорее детские шалости, но та Эльвира, которую я себе представлял, не должна была позволить себе даже самых ничтожных намеков на неверность. Теперь я признаю, что рассуждения мои были нелепы. Эльвира с первых лет своего существования говорила только о любви, поэтому я должен был понять, что, обожая разговор на эту тему, она будет разговаривать о ней не только со мной. Я никогда не поверил бы в это, но, удостоверившись своими собственными ушами, почувствовал себя обманутым и погрузился в печаль. Между тем, мне дали знать, что все готово, я вошел в часовню с лицом изменившимся, удивившим мою мать и встревожившим невесту. Даже священник смутился и не знал, благословлять ли нас. В конце концов, он обвенчал нас, но смело могу вам признаться, что еще никогда так горячо ожидавшийся день так жестоко не обманул возлагавшихся на него надежд. Ночью было иначе. Бог брака засветил свой факел и набросил на нас фату своих первых наслаждений. Все страстишки вылетели у Эльвиры из головы и неизведанный до тех пор восторг наполнил ее сердце любовью и нежностью. Она вся принадлежала своему супругу. На другой день у нас обоих был вид людей счастливых, да и как мог бы я пребывать в печали. Люди прожившей жизнь знают, что среди всех ее даров нет ничего, что можно было бы сравнить со счастьем, которое дарит нам молодая жена, принесшая на супружеское ложе столько неизведанных тайн, неосуществленных мечтаний и упоительных мыслей. Что остальная жизнь по сравнению с этими днями, проведенными среди свежих воспоминаний о сладких восторгах и чудных призраков будущего, которые надежды расцвечивают самыми обольстительными красками. Друзья наши на некоторое время предоставили нас охваченных успокоением самим себе, но когда узнали, что мы уже в состоянии с ними разговаривать, стали пробуждать в нас жажду почести, и граф Равельес когда-то рассчитывал получить титул Гранда, и мы, по мнению наших друзей, должны были добиться осуществления этого замысла, если не ради нас самих, то ради детей, которыми небо должно одарить нас. И даже если наши усилия ничем не увенчаются, мы можем потом пожалеть о своем бездействии, поэтому лучше заранее оградить себя от подобных упреков. Мы были в том возрасте, когда люди обычно следуют советам окружающих, и позволили увести себя в Мадрид. Узнав о наших притязаниях, вице-король написал для нас письмо, полное самых усиленных рекомендаций. Сначала все складывалось как будто благоприятно, но вскоре стало ясно, что это всего лишь пустая придворная галантность, которая ни к чему не обязывает. Обманутые надежды очень огорчили наших друзей и, к несчастью, мою мать, которая отдала бы все на свете, чтобы увидеть своего маленького лансета испанским грандом. Скоро бедная женщина тяжело захворала и поняла, что ей остается недолго жить на свете. Тогда, подумав о спасении души, она пожелала прежде всего отблагодарить почтенных горожан Вильяки, которые так любили нас, когда мы были в беде. Особенно хотелось ей сделать что-нибудь для алькальда и приходского священника. У матери моей не было своих средств, но Эльвира с готовностью решила помочь ей в этом благородном деле и послала им подарки более ценные, чем желала моя мать. Давние друзья наши, узнав о счастье, которое им выпало, приехали в Мадрид и окружили ложи своей благодетельницы. Мать оставляла нас счастливыми, богатыми и еще любящими друг друга. Последние минуты ее были отрадны. Она спокойно заснула вечным сном, еще в этой жизни получив часть наград, которые заслужила своими добродетелями, в особенности своей непередаваемой добротой. Вскоре после этого на нас посыпались несчастья. Двух сыновей, которых подарила мне Эльвира, в короткий срок унесла болезнь. Титул Гранда потерял для нас привлекательность, мы прекратили хлопоты и решили уехать в Мексику, где положение дел требовало нашего присутствия. Здоровье маркизы было сильно подорвано и врачи утверждали, что морское путешествие может принести ей пользу. Мы собрались в путь и после десяти недельного плавания, действительно оказавшего очень благотворное влияние на здоровье маркизы, высадились в Верокруси. Эльвира приехала в Америку не только совершенно здоровой, но еще более прекрасной, чем когда-либо. В Верокруси нас встретил один из высших офицеров вице-короля, посланный приветствовать нас и проводить в Мехико. Этот человек много рассказывал нам о благородстве графа Депенни Велес и обычаях, царящих при его дворе. Мы уже знали некоторые подробности благодаря нашим связям с Америкой. Полностью удовлетворив свое тщеславие, вице-король разжег в себя неистовую страсть к прекрасному полу и, не найдя счастья в браке, окружил себя изысканными женщинами, которыми славилось в свое время испанское общество. Пробыв недолгое время в Веракрусе, мы со всеми удобствами совершили переезд в Мехико. Как известно, столица эта стоит посреди озера. Приехав на берег уже ночью, мы увидели сотню гондол, освещенных светильниками. Самая пышная подплыла первой и причалила, и мы увидели выходящего из нее вице-короля, который, обращаясь к жене моей, сказал, «Дочь несравненной женщины, которую я до сих пор не перестал обожать, я понял, что небо не позволило тебе вступить в брак со мной, но вижу, что оно не имело намерения лишить свет лучшего его украшения, за что я приношу ему благодарность. Иди, прекрасная Эльвира, укрась наше полушарие, которое, имея тебя, уже ни в чем не сможет завидовать старому свету». Вице-король отметил, что он никогда бы Эльвиру не узнал, так она изменилась. Но прибавил он, «Я помню тебя совсем юной, и ты не должна удивляться, что близорукому смертному не дано узнать в розе бутон». Затем он почтил меня объятием и ввел нас в свою гондолу. Через полчаса мы прибыли на плавучий остров, который, благодаря искусному устройству, выглядел совсем как настоящий. Он был покрыт апельсинными деревьями и множеством всяких кустарников, но, несмотря на это, держался на водной поверхности. Остров этот можно было направлять в разные части озера и таким образом услаждать взгляд все новыми видами. В Мехико часто можно видеть такие острова, называемые Садами. На острове стояло круглое строение, ярко освещенное и оглашающее окрестность громкой музыкой, вскоре мы рассмотрели, что светильники образуют монограмму Эльвиры. Приближаясь к берегу, мы увидели две группы мужчин и женщин в роскошных, но странных нарядах, на которых яркие краски пестрых перьев спорили с блеском драгоценнейших камней. «Синьор», рассказал вице-король, «одна из этих групп состоит сплошь из мексиканцев, красавица во главе их маркиза Монте-Сумо, последняя представительница великого имени, которой носили некогда властители этого края. Политика мадридского правительства воспрещает ей пользоваться привилегиями, которые многие мексиканцы до сих пор считают законными, зато она королева наших развлечений. Это единственный почет, который ей можно воздавать. Мужчины другой группы зовутся перуанскими инками. Узнав о том, что дочь солнца высадилась в Мексике, они пришли принести ей жертвы. Пока витый король осыпал жену мою всеми этими любезностями, я внимательно в нее всматривался, и мне показалось, что я заметил в глазах ее какой-то огонь зажженной искрой самолюбия, которая за семь лет нашей совместной жизни не имела возможности разгореться. В самом деле, несмотря на все наши богатства, нам никогда не удавалось играть заметную роль в мадридском обществе. Эльвира, занятая заботами о моей матери, о детях, о своем здоровье, не имела возможности блистать в свете, но путешествие вернуло ей не только утраченное здоровье, но и прежнюю красоту. Оказавшись на самой верхней ступени общества, она готова была, как мне показалось, возомнить о себе невесть, что и как должное принимало всеобщее поклонение. Вице-король назвал Эльвиру королевой перуанцев, после чего сказал мне, «Ты, разумеется, первой подданной дочери солнца, но сегодня здесь мы все переодеты, поэтому благоволи до конца празднества подчиниться другой владычице». С этими словами он представил меня Маркизия Монте-Сумми и вложил мою руку в ее. Мы вошли в водоворот бала, обе группы принялись танцевать то вместе, то раздельно, и это их взаимное соперничество оживило праздник, было решено продлить маскарад до конца сезона, и я остался подданным наследницей Мексики, а жена моя правила своими подданными с пленительной грацией, которую я не мог не заметить. Но я должен описать вам дочь Косиков, или вернее дать вам некоторое представление о ее наружности, так как был бы бессилен выразить словами дикую прелесть и беспрестанно меняющее соображение, предаваемое лицу ее страстной душой. Тласкала Монте-Сума родилась в гористой области Мексики и не имела того загорелого цвета лица, которым отличаются жители Низин. Цвет лица у нее был нежный, как у блондинок, но чуть темнее, и прелесть его подчеркивали подобные драгоценным камням черные глаза. Черты ее менее выразительные, чем у европейцев, однако, не были плоскими, как это можно видеть у представителей американских племен. Тласкала напоминала твоих соплеменников только губами, довольно полными, но восхитительными, особенно, когда их трогала беглая улыбка. Что же касается ее фигуры, тут я ничего не могу сказать, предоставляя это вашему воображению, или вернее, воображению художника, который захотел бы написать Диану или Аталанту. Во всех ее движениях было что-то особенное, в них чувствовалось с усилием сдерживаемая страстная порывистость. Ей была чужда неподвижность, весь ее облик выдавал непрестанное внутреннее волнение. Кровь предков слишком часто напоминала Тласкале, что она рождена для господства над обширной частью света. Приблизившись к ней, ты прежде всего видел гордую фигуру оскорбленной королевы, но стоило ей заговорить, как тебя приводил в восхищение сладостный взор, и каждый покорялся чаром ее слов. Входя в покои вице-короля, она казалась с негодованием глядит на равных себе, но тут же всем становилось ясно, что ей нет равных. Сердца, способные чувствовать, узнавали в ней повелительницу и повергались к ее стопам. Тогда Тласкала переставала быть королевой, становилась женщиной и принимала воздаваемые ей почести. В первый же вечер мне бросилась в глаза ее высокомерие. Я почувствовал, что, будучи произведен вице-королем ее первого подданного, должен сказать ей какую-нибудь любезность по поводу ее наряда, но Тласкала отнеслась к этим моим изъяснениям очень холодно. «Мишурная корона может казаться лестной только тем, кого рождение не предназначило для трона», промолвила она. При этом она бросила взгляд на мою жену, которую в эту минуту окружали коленопреклоненные перуанцы. На ее лице были написаны гордость и восторг. Мне стало стыдно за нее. Я в тот же вечер заговорил с ней об этом. Она слушала меня рассеянно и на мои любовные уверения отвечала холодно. Само мнение овладело ее душой, заняв место истинной любви. Упоение, порождаемое кадилом лести, трудно развеять. Эльвира уступала ему все сильнее. Весь Мехико разделился на поклонников ее чудной красоты и почитателей несравненных прелестей Тласкалы. День Эльвиры делился на радостные воспоминания о минувшем дне и на приготовлении к грядущим. Зажмурившись, летела она в пропасть всевозможных развлечений. Я пробовал удержать ее, но напрасно. Сам я чувствовал, будто меня увлекает какая-то сила, но в противоположном направлении, вдаль от усыпанных цветами тропинок, по которым вступала моя жена. Мне тогда не было еще полных тридцати лет. Я находился в том возрасте, когда чувства полны отроческой свежести, а страсти кипят с мужской силой. Любовь моя, возникшая у колыбели Эльвиры, ни на мгновение не выходила из круга детских понятий, а ум моей жены, вскормленный вздорными романами, не имел времени созреть. В этом отношении я ненамного превосходил свою жену, но тем не менее ясно видел, как понятия Эльвиры вертится вокруг мелочей, пустяков, порой даже мелких сплетен, словом, в том узком кругу, в котором женщина удерживает чаще слабость характера, чем недостаток ума. Исключения здесь редки. Я думал даже, что их вовсе нет, но убедился, что это не так после того, как узнал Тласкалу. Никакая зависть, никакое чувство соперничества не имели доступа к ее сердцу. Все женщины одинаково могли рассчитывать на ее благосклонное отношение. И та, которая выделялась среди представительниц своего пола красотой, прелестью или богатством чувств, вызывала в ней тем больше интерес. Она хотела бы видеть вокруг себя всех женщин, быть их поверенной, заслужить их дружбу. О мужчинах она говорила редко и всегда очень сдержанно, если только речь шла не о каком-нибудь благородном поступке. Тут она выражала свое восхищение искренне и даже с жаром. Но по большей части она рассуждала о предметах отвлеченных и оживлялась только, когда заходила речь о благосостоянии Мексики и благополучии ее жителей. Это была ее любимая тема, к которой она при всяком удобном случае обращалась. Судьба, а также характер обрекают многих людей покоряться тому полу, который вынужден повелевать, когда не может покоряться. Без сомнений, я тоже принадлежу к этим людям. Я был смиренным поклонником Эльвиры, потом ее уступчивым супругом, но она сама ослабила мои оковы тем, что, по-видимому, слишком низко ценила мою привязанность. Балые маскарады следовали один за другим, и связки обязанности, если можно так выразиться, привязывали меня, тласкали, но, по правде говоря, еще больше влекло меня к ней сердце, и первой переменой, которую я в себе заметил, был полет моей мысли и подъем духа. Ум мой стал сильнее, воля, мужественней. Я испытывал потребность воплотить мои чувства в действии, приобрести влияние на судьбу моих ближних. Я попросил назначения и получил его. Должность моя отдавала под мое управление несколько провинций. Я заметил, что туземцы угнительные испанцами и встал на их защиту. Против меня ополчились могущественные вельможи. Я впал в немилость у правительства, двор начал мне грозить, но я не сдавался. Мексиканцы полюбили меня, испанцы уважали. Но больше всего я был счастлив живым сочувствием, которое я пробудил в сердце любимой женщины. Правда, тласкало обращалось со мной с прежней и, может быть, даже еще большей сдержанностью, но взгляд ее искал в моих глаз, останавливался на них с одобрительным выражением и отрывался с тревогой. Она мало говорила со мной, не упоминала о том, что я делал для американцев, но каждый раз, когда она обращалась ко мне, у нее дрожал голос, слова теснились в груди, так что самый обычный разговор шел в тоне крепнущей приязни. Тласкало думала, что нашла во мне родственную душу, а она ошибалась. Эта ее душа переливалась в мою, вдохновляла меня, побуждала в действию. Мной самим овладели иллюзии относительно силы моего характера. Мысли мои приобрели форму раздумий, представление о счастье Америки превратилось в дерзкие планы, даже развлечения приобрели героический оттенок. Я преследовал в лесах ягуаров пум и вступал в поединок с этими хищниками, но чаще всего я опускался в далекие ущелья, и эхо было единственным поверенным любви, которую я не смел открыть тайно обожаемой женщине. Тласкало разгадало меня, да и мне тоже как будто блеснул слабый луч надежды, и мы легко могли выдать себя перед проницательными глазами окружающих. К счастью, мы ускользнули от общего внимания. У вице-короля появились важные дела, требовавшие устройство и разомкнувшие кольцо увеселений, которым он сам и весь Мехико до самозабвения предавался. Для нас наступил более спокойный образ жизни. Тласкало удалилась в свой дом, который у нее был на северной стороне озера. Я стал посещать ее довольно часто, а потом каждый день. Не умею объяснить вам характер наших взаимоотношений. С моей стороны, это было преклонение, доходящее до фанатизма, а с ее как бы священный огонь, который она поддерживала сосредоточенно и усердно. Взаимное признание блуждало у нас на устах, но мы не решались его произнести. Положение было чарующее, мы упивались им и опасались только как бы чем-нибудь его не изменить. Когда маркиз дошел до этого места, цыгана вызвали по делам табора, и нам пришлось ждать удовлетворения нашего любопытства до завтрашнего дня. Продолжение следует...